градиенты приходят вместо цветов чем джава скрипт лучше php заключенные тюрьмы собрали компьютеры и вышли в интернет через тюремную сеть погнали подкаст сколько там да всем привет с это проект ювеб дизайн с вами подкаст суровый веб сегодня у нас уже 19 апреля 2017 года выпуск номер 122 время полдесятого по челябинску и это как бы первый подкаст после трехлетнего вещания так скажем да это мы по-новому так сказать входим в в эту жизнь ступаем первые шажки свои в в лице трехлетних трехлеток да в принципе в три года уже в садик можно ходить мы это уже разматывали в прошлый раз и ты знаешь у нас первая тема она для взрослых то есть то есть для тех людей которые понимают что мы вот здесь не зря сидим и долго сидим три года она для взрослых для серьезных пацанов нам вафа абзи ее предложил и там серьезных пацанов из яндекса так что давай да вафа абзи нам прокомментировал 17 апреля это было два дня назад буквально в принципе практически свежак предлагаю компоненты веб-интерфейса и даже вот коллеги наши говорят что хорошая статья советую всем прочесть не только дизайнерам программерам а даже менеджерам и маркетологам ну на самом деле да статья она так скажем связующая это статья о том как правильно связать всех этих людей которые работают над конечным продуктом в лице программистов дизайнеров и маркетологов и менеджеров ты мне когда это рассказывал я думал это будет на блоге яндекса вот прям вот абсолютно не ожидал что это будет медиум я напоминаю автор автора зовут данил ковчий или ковчий я ну не берусь здесь утверждать как правильно он немножечко хренососит здесь бэм то есть он по сути бэм это я напоминаю все-таки яндексовская тема да и поэтому его бы не пропустили банально на официальный блок яндекс но подожди давай еще раз мы будем говорить для вновь для детишек которые не совсем еще с нами всегда что такое бэм почему это яндекс или это будет по ходу статьи или надо заранее это будет это будет довольно таких по ходу статьи но и даже если не будет то по ходу статьи мы вклинимся и расскажем то немногое что сами об этом знаем ну давай данила ковчий так вот 18 минут рид как вы догадываетесь это реально лонгрид и я реально его долго читал сидел я его читал минут 40 наверно может быть даже и час ладно давай потом будем говорить сейчас тему компоненты веб-интерфейс я позволю себе немножечко процитировать я не буду все 18 минут цитировать это во-первых глупо во вторых не интересно на самом деле статья не такая интересная как нам ее распиарили но все же некоторые ценные вещи из нее мне удалось извлечь пропустить через себя и выдать продукты своей жизнедеятельности и пищеварения ну-ка перед тем как я перейду к довольно смелым заявлением пару слов об авторе то бишь он о себе рассказывает уже около четырех лет ох я занимаюсь дизайном поисковой выдачи яндекса не в одиночку конечно несколько раз собирал ее с чистого листа подключал к живым данным открывал на дешевых андроидах носил в кармане показываю людям выбрасывал в корзину и начинал сначала возможно вместе с андроидом так но об этом я уже рассказывал и здесь есть ссылка на look at me и там как раз блог design school и он видимо там от лица design school рассказывает про яндекс его видимо сам яндекс ему не разрешает от его лица говорить от своего он везде перебивается где попало и пишет но это так из шуток вдруг нас будет он слушать даниил и вдруг ему там передадут донесут в руках прям вот расплескали подкаст его в дизайн 122 но пусть поправит тогда в комментариях да звучит как бренчание медалек но по себе знаю что мало доверия к материалу непонятного автора у нас в подкасте есть доверие даже к материалам непонятных авторов иначе мы бы не брали темы слушателей вообще иначе бы мы все темы фронтендера просто выкидывали да потому что так то они непонятны так вот и поэтому да я признаться вот когда я выбирал включить эту тему в подкаст или не включить я абсолютно не рассматривал чувак из яндекса или нет я реально прочел первые там три абзаца ну где он говорит что он из яндекс и ну ладно шучу так вот ягод решил не переживать дочитать ли мой текст до конца и чтобы мне подумают дочитавшие но думаю воронка получится узкой ну на самом деле я где-то в середине очень четкое желание поборол дропнуть эту тему нахрен но все-таки думаю нет надо то есть суть в принципе неплохая но то есть есть ли смысл все-таки стоит ли дочитывать да дочитайте уже вот почему имеется ввиду стоит ли сейчас дослушивать тебя в нашем случае нас в любом случае стоит дослушивать потому что мы выжимку краткую сделаем это будет давай это та самая краткая выжимка когда из 18 минута мы делаем час да естественно поехали что меня действительно беспокоит за все эти годы у меня ни с кем не получилось поднятую тему обсудить по разным причинам предстоящего не слушают люди значит ни с кем не получилось поднятую тему у него ну это лечится в общем он нам рассказывает о том что такое вообще проектирование о том каким образом сделать не прототипирование то есть сырой какой-то там макет который там перепереключается там между экранами и так далее а именно проектирование как конкретно группе людей исполнители то есть менеджерам дизайнерам разработчикам ну и соответственно постановщиком задач вот все в этой команде огромных людей как взять сесть и и решить что вот задача от клиента у нас поставлена такая заказчика нам нужно ее реализовать и говорить с вами друг с другом на одном языке чтобы для чего это все сделано на самом деле это же не педантичности ради я имею ввиду чтобы был единый язык и так далее то есть в принципе здесь он нам в яндексе прямо рассказывает что бывали времена когда сайты экстенсивно росли вы выбирали десятки мертвых страниц соединяя гиперссылки с лихой веб когда только все зарождалось опять же сейчас надо про кризис доткомов бум доткомов это сказать там двухтысячных годов но неважно в общем тогда вот выглядело это так менеджер дизайнер разработчик делают сайт позже роли доуточнялись а сайты избавлялись от лишнего и становились продуктами есть у нас продукт с какими-то сценариями целевой аудитории минимум viable product метриками деревом развития то есть это уже полноценный продукт который мы простите за тавтологию продаем и предоставляем нашему клиенту над ним работают менеджеры дизайнеры разработчики которые подразделяются там на отделы ну неважно в общем работа происходит над комплексным каким-то продуктом на самом деле здесь он подписал что за кадром остались маркетологи с из админы тестировщики тех писателей так как они в меньшей степени влияет на проектирование ну и в самом деле эти люди они подключаются уже к готовому проекту и ну к реализации готового продукта и уже работают с ним то есть маркетологу чё дай то он и будет маркетировать с админ но в самом деле он будет поддерживать сетку сервера и ему абсолютно неважно чем эти серверах будут делать ну и так далее так вот он считает что мыслить продуктом удобнее потому что это абстракция сайт это уже более техническая так скажем формулировка продукт но это просто некое описание системы которая должна быть разработана отвечать соответствующим требованиям а для заказчика она должна явиться инструментом заработка каких-то денег там или реализации других функций там отработки каких-нибудь ну неважно если это исследовательская компания не напрямую этим деньги зарабатывает они отрабатывают какие-то механизмы про проверяют это и уже они перерождаются там дальше в деньги ну ладно все детали он продолжает искать так скажем исторически смотреть как все это было он говорит потом была волна gs фреймворков jquery mootools prototype которые оживляли веб на процесс разработки оставался бомбой замедленного действия потому что ну нужно было сначала что-то вот на jquery закодить это все равно какое-то время вызывало занимало точнее и потом конечный продукт точнее не конечная промежуточный продукт он ну типа знаешь вот садились вот менеджеры дизайнеры и разработчики разработчики мы сейчас сделаем небольшой каркасик на jquery достаточно быстро но все равно там неделю две три потом они это делали и через неделю две три понимал и все понимаешь что они не то сделали так уже были затраты определен нужно было этот этап как-то упростить сделать его проектированием для того чтобы все можно было решить на бумажках и маркерных досках в первые две недели и этот проект который спроектирован уже реализовывать сразу чтобы миновать ненужные стадии сразу разговаривать на одном языке так вот и он пишет что причины захлебывающегося проектирования только из только в инструменте причины вот они дело же не том что jquery был плохой на тот момент дело было в том что одни ну никто не договорился а одни просто сказали мы короче сделаем как поняли и дальше уже будем корректировать а это сложно корректировать все равно бы пришлось переписывать ну как и приходилось так вот какие он выявил причины отсутствие единого для всех ролей в команде словаря компонентов продукта но в самом деле одни начинают говорить вот у меня дизайновые блоки интерфейсы второй начинает говорить у меня здесь веб компоненты там ну условно а третий начинает говорить менеджеры вот у меня здесь надо эту задачу чтобы решала здесь эту чтобы задачу решала тут 3 вместе ввиду какое-то внутренние вики да какая-то style guy даже не обязательно именно вики а именно контент этой вики внутренние так скажем когда люди говорят это компонент и каждый понимает свой компонент грубо говоря свой компонент но думают об одном он здесь дальше будет рассказывать что же это означает вторая причина не согласующиеся методологии работы с компонентами менеджеров дизайнеров и разработчиков кто-то делает ну условно там по мвц ну на полном серьезе здесь мы будем сейчас скатываться чуть ведь дальки что разработчики они сначала проектируют как будет это работать а потом уже там накручивает view как это будет выглядеть и так далее дизайнер наоборот начинает как это будет выглядеть абсолютно возможно не думая о том как это будет работать а это плохой дизайнер плохой да плохой менеджер просто это будет решать такую-то задачу и никто не будет понимать как же на самом деле это должно работать должен быть некий общий технический язык и ну здесь он дальше скажет я забегу просто вперед что это говорит нас не притягивает к тем самым статьям в которых типа дизайнеры должны уметь кодить или менеджеры должны уметь дизайнить чтобы нет никто ничего не должен уметь не своего просто должен быть единый язык диалект который не скатывается к практическим каким-то реализациям условный знаешь некий такой алгоритмический язык который понятен всем и не является то есть не то что просто все выучили джаваскрипт и все говорят на джаваскрипте а некий реально условный язык язык жестов так скажем который будет понятен для всех и каждый уже из него переведет на свой язык птиц самое главное именно это и хотите нам данил принести вот именно это он и сделал то есть у него есть так скажем небольшой ну прототип не в смысле прототип который прототипировал смысле небольшой тестовый продукт того что вот он захотел сделать типа сделал нет а мне просто интересно во первых нет ли в этом каких-то знаешь особенности каждой команды почему я должен пользоваться именно даниловским он сказал в конце что во первых у меня говорят недоделанное вы этим просто не можете пользоваться я это написал в В основном, чтобы эта концепция была отлита в граните, и кто-то, может быть, более прозорливый, у кого-то больше ресурсов и так далее, он доведет все-таки эту реализацию до конца и настанет благолепие всеобщее. Подождите, опять же, и на этом этапе, вот сейчас ты, может быть, дальше скажешь, мне интересно, а это что, так сложно найти общий язык между этими тремя категориями людей? С учетом того, что постоянно появляются какие-то новые веб-фреймворки, новые дизайновые методологии, программы типа скетч, фотошоп, Adobe Experience Design, все и так тратят достаточно много времени на то, чтобы учить собственные новые инструменты. Ну ты же... Ну да, я тебя понял. Хорошо, то есть вот эти три разных уровня разных людей, действительно, которые просто могут мискоммуникировать между собой. Вот, да, проблема это мискоммуникейшн. Люди не могут договориться, потому что они говорят на разных языках. Ну как и все проблемы в мире. Согласен, да. И третья вот причина, инструменты проектирования и разработки с креном в ту или иную догму, понятные лишь разработчикам. Это тоже причина плохого, что все начинают... Ну короче, я там в скетче нажму вот эту кнопку. Да всем насрать какую-то кнопку ты нажмешь, ты должен условно сказать, что вот этот компонент там... Что произойдет, так скажем, с интерфейсом. Да, 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 да. Ну и здесь вот видишь, он говорит о том, что должно быть абстрактное мышление. То есть некая абстракция, которая понятна всем. Она одинаково удалена должна быть от практических деятельностей каждого из этих групп людей. Она должна быть далека от разработки, от дизайна и от менеджерения, от управления. То есть объясняет на пальцах. Да. Для этого нужен язык, который определяет этот образ мышления. И вот он говорит, например, у объекта должно быть имя, иначе проекция объекта не попадает в наше мышление. Проекция – это и есть имя. Грамотному мышлению мало, говорит, языка, ему нужны рельсы методологии. То есть как эти мышления, так скажем, как эти проекты между собой связаны. То есть есть условный набор компонентов, но если мы не договорились, что эти компоненты подчиняются друг другу под таким-то законам, нихрена не произойдет. Он выбрал для своего родителей ребенок. Связь, в которой доминирует родитель, дает ребенку жизнь, может наделить его своими признаками, имеет право все ребенке знать и, следовательно, управлять им. Важно, что ребенок сам не стревает в отношении родителей и делает что-то только с его согласия. Это регламентирует отношения и создает гармонию. На разных уровнях абстракции компонент участвует в разных связях такого типа – наследование и вложенность. То есть, смешная шутка, типа Сара Коннор, Терминатор и… Как Джек Коннор? Джон. Джон, простите. Я лошара вообще. Я напоминаю, что Джон Коннор в пятом Терминаторе, спойлер, стал злым. Да, и против него это он Бэйл, да, его сыграл? Не-не-не, его какая-то тварь. Слушай, я не помню, сейчас не будем вдаваться в подробности, но там прям тварь его играла. Бэйл? Не-е. Или в четвертом Бэйл? В четвертом был Бэйл, он там ему сердце отдал чувак. Он добренький вроде. Он дерьмовенький, он как бы вот ну Бэйл. Я вообще не помню четвертую, а вот пятую я хорошо помню, потому что… Да, я уже про нее подзабыл. А, там в будущее, в прошлое. Там в будущее, он не успел зайти в портал. И он там в костюмчике супер вылизанный чувак. Там вообще, там мрасик. Ой, да, я помню, пятый, тоже я его один раз только в кино смотрел, и это надо прям вспоминать. Ну ты тихо, мы сейчас скатимся в кино фарш, не надо это начинать. Соглашусь. Сейчас все. Сейчас все. Если вы дизайнер, менеджер или разработчик, можете провести эксперимент. Разберите свой продукт на составные части и проверьте. Ну здесь опять же, постановка проблемы. Он говорит, для начала каждый человек должен осознать, что вот несовершенен данный подход, который уже используется в работе. И вот должен спросить, а продукт вообще разбирается, помещается ли он в голову? Так. Для каждой ли части найдется имя в вашем лексиконе, хотя бы сформирован ли язык? Какие имена используют ваши коллеги? Хня, например. Да, устоялись ли схемы принятия решений о судьбе частей, то есть о судьбе хни? Как создавать новое, как изменять старое? Насколько гармоничны отношения родительских частей с дочерними? Это все пока звучит не очень понятно, но на самом деле... Не, звучит как будто нам надо придумать новый язык программирования. Ну только не программирование, а мета-язык работы. По сути это и есть программирование. Просто, ну хорошо, неважно, язык нужно сочинить. Да, нужно сочинить язык. И подытожим, он пишет. Целостность продукта как системы компонентов будет страдать от неадекватных действий любого участника команды, не разобравшегося в этой системе. Представляешь, так можно же это самое? Это самое? Какое? Это же можно так с помощью этого языка вычислять людей, которые плохо работают, потому что они не будут знать язык и учить его? Да, да. И не понимать, ты ему говоришь? Видишь, это дополнительная нагрузка на людей. То есть прежде чем мы будем работать, мы сначала договоримся, как мы работаем. И грубо говоря, ты должен месяц стажироваться о том, как мы работаем сначала, только потом приступить к самой работе. Многие компании наверняка не смогут себе такую роскошь позволить. Не, ну я надеюсь, что он так придумал, что это не очень сложно, и ты можешь подготовиться за три дня, прочитать документацию, выучить и вырубиться. Ну, как ты увидишь, не все так здорово он придумал. Ну, давай, давай. Он, для примера, разбирает архитектуру UI-классов какого фреймворка, это iOS-компоненты. И как ты видишь, все наследуется от NS-объекта. А как я вижу это? А, вижу, да. Это скриншот. Я вижу. Там обосраться что. Да, после этого идет наследование всех остальных моментов от NS-объекта. И он обращает внимание на компонент UI-вью, который от UI-респондера идет. И UI-вью это все элементы интерфейса. Да, UI-виндоу, UI-лейбл и так далее. Этот компонент дает жизнь текстовым полям, картинкам, контролам, прочим визуальным элементам. Дали внимание на кнопку UI-баттон. И он здесь нам для удобства это, ну так сказать, в виде иллюстрации. И вот чтобы вот в то дерево мелким почерком не смотреть, он выразил, что UI-вью есть, window-label, image-view, UI-контрол. Это непосредственно все элементы интерфейса, которые управляют. Это UI-text-филд, слайдер, switch, button и так далее. То есть здесь есть многоточие. Давайте посмотрим на кнопку. Все оно наследует, наследуется одно от другого. Связь родитель-ребенок. Или как там, ну вот вы поняли какой. То есть UI-баттон потомок UI-контрол, который в свою очередь потомок UI-вью. Обязанности распределены так. UI-контрол содержит методы состояния и события. А UI-баттон содержит оформление. Press me, press me. То есть UI-контрол собирает в себе поведение, общее для всех контролов. А внешний вид и характерный именно для кнопки поведения, собрана в потомке UI-баттон. Это позволяет переиспользовать опыт предков в кавычках и перераспределяет сложность реализации по черным ящикам. Классическая инкапсуляция. На самом деле здесь, собственно, в скобках это написано AK-инкапсуляция. И здесь он нам уже по сути говорит об объектно-ориентированном программировании. Только, ну, мы, естественно, идея объектно-ориентированного программирования, и должны привнести вот в этот свой язык. Как ты говоришь, новый язык программирования. Просто придумайте все. Ну вот да. Ну ладно, допустим. Ну вот да, да. Грамотная архитектура определяет живучесть всей системы. И здесь нам говорится о том, что вот так круто здесь все придумано, что вот даже если что-то добавлять и грамотно это добавлять, то ничего не пострадает. Придумали мы новый какой-то элемент, кнопку UI-плей-баттон, например. Ее лучше ввести от UI-контрол, потому что у нее кардинально другое поведение по сравнению с UI-баттоном. Не надо ее наследовать от UI-баттона. А вот UI-йеллоу-баттон, в котором всего лишь изменяется какое-то оформление, мы должны наследовать от UI-баттон. Ну это, я думаю, хорошим программистам даже нет нужды это объяснять на самом деле. Пока все понятно, да. Да, то есть он, видишь, он рассматривает реальную инфраструктуру какого фреймворка, то есть того, что используется в iOS-инке. Не, мне теперь просто интересно, как сейчас вот это все развитие перейдет, собственно, к языку будущему. Вот смотри. Дальше он показывает о том, как легко можно в случае, если вдруг дропнули какой-то UI-промо-баттон, который, в свою очередь, от нее унаследован UI-бай-промо-баттон, ну какое-то тоже оформление у нее поменено, там было базовое, ее можно просто убрать и все, ничего не порушится, потому что очень грамотно выстроено отношение родитель-сын. Хорошо. То есть как бы у тебя можно убить просто сына, и у тебя новый потом будет ножничками обрезать, да, и все. Так одни клетки отмирают, появляются другие, и со временем обновится весь организм. Но произойдет это максимально естественно, никто и не заметит. Никаких редизайнов, никаких с нуля. Вместо этого накопление опыта, внимания, уважения к чужой работе, последовательная и сфокусированная проработка. И здесь вот то, что курсивом написано, я опять же позволю себе зачитать, это реально некий крик души. Так. Многие не представляют себе, какое количество труда втаптывается в грязь, когда приходят новые участники в команду и начинается. Новые цели, новые планы, новый дизайн, господи. Я приплетаю вопросы проектирования, переплетаю вопросы проектирования, программирования человеческих отношений, потому что вижу, как одно рушит другое. Очень часто дизайнеры понятия не имеют о структуре связи, зафиксированной в коде. Ну то есть дизайнеры же не понимают, что вот это унаследует от UI промо баттон, точнее UI by промо баттон, от просто UI промо баттона. Они реально в фотошопе перерисовывают твою мать кнопку, вместо того, чтобы взять предыдущую кнопку и у нее только какой-нибудь стиль слоя наложить, красный, и все. Чтобы они реально визуально одинаково выглядели, только цветом отличались. Они стопудово начнут ее переделывать вручную, косякнут где-нибудь на 2 пикселя ее уже сделают, чем ту, и будет не консистенси полная. И здесь он как раз говорит о том, что вот этот язык, который он придумал, и который, по его мнению, должен существовать, он как раз делает так, чтобы было консистенси полное между всеми. Подожди, подожди, подожди. Ну, сейчас это слишком простой пример. То есть, грубо говоря, это самые глупые, наверное, дизайнеры не посмотрят в прошлые кнопки. А с хренов ли им смотрят? А если это новичок какой-то? И если нету этого языка, он даже не подумает, что надо куда-то смотреть. А, просто ему будет сказано, нарисуй кнопку. Да, нам нужна, короче, новая промо-баттон. И он не будет наследовать и делать максимально преемственно, так скажем, потому что он даже не знает, что там есть, на самом деле. Его никто не стажировал месяц для этого. Ну да, наверняка там можно пойти глубже, что и разработчики тоже могут взять кусок кода, который под кнопку... Да, естественно, это все справедливо для любой из этих трех сфер. Ну давай. Потому что вот здесь написано, что очень часто дизайнеры понятия не имеют в структуре, связь зафиксированной в коде. Менеджеры лишь поверхностно вникают в то, что прорабатывают дизайнеры. А программисты перепридумывают архитектуру интерфейса, которую уже придумал дизайнер, но выразил мочливым макетом. То есть люди должны общаться, на самом деле, между собой, например, начальники отделов. И реально, если вдруг какие-то изменения вносятся, вносить их коллективно и доносить до всех остальных. Что, кстати, чуваки, у нас в кнопке добавилась новая кнопка. И об этом должны знать сразу все. И менеджеры, которые понимают, что по этой кнопке будет новое действие. И дизайнеры, которые понимают, что у этой кнопки столько же пикселей, сколько у него. И программисты, которые говорят, что им надо просто унаследовать это дерьмо и новый коллбэк на нее повесить. То есть каждый понимает свое, а сказано это один раз на одном языке. Так вот, если сторонам и удается достичь хрупкого взаимопонимания, оно все равно не фиксируется на понятном всеми... То есть это должно реально где-то отпечататься. Как ты говоришь, внутреннее вики, в которой указано, что кнопка и новая кнопка. И под ней три ветви, условно, для менеджеров, для программистов и для дизайнеров. Что для дизайнеров это означает, что мы берем вот эту, этот-то слой и на него просто накидываем новый цвет. Для программистов это сказано. Мы берем вот этот-то компонент, перепаковываем его с таким-то новым коллбэком и все. Ну и для менеджеров это тоже кнопка, которая, короче, нажимается, только в этот раз покупаем и уходим на такую-то страницу. Да, или для менеджеров. Для этого обратись к Васе, чтобы он тебе сделал, а Петя тебе должен это нарисовать. Да, причем Петя унаследован от Васи. То же самое Вася, только другого цвета. Как бы вот да. Ну, шутки шутками, но опять же, это попахивает отдельным человеком, который будет этим всем заниматься. Человечко попахивает. Причем этот человекчик будет должен реально... Руководитель проекта это какой-то будет. Да, руководитель проекта, который имеет связь с начальниками всех этих отделов, и он до них доносит. И эти начальники, в свою очередь, должны быть реально совестливы. Потому что не будет же каждый человек заходить утром перед работой и первый час обновлять Вики и смотреть, вдруг там что-то изменилось. Должны быть какие-то рассылки, что изменение произошло там-то, то-то, это... Согласен, согласен. Это на самом деле до хрена делок. А может ли это быть, что это сейчас просто обычная тупая бюрократия, и мы только усложняем разработку? Может ли это быть такое? Вот он об этом и говорил. Ну, где-то говорил. Я читал статью, повторюсь, просто сейчас на это искать долго. Что, казалось бы, это все удлиняет. Но зато потом ты меньше говна поешь. И на полном серьезе. Потому что твой проект, он будет жить, несмотря ни на что. Как вот в Object, в какого фреймворка? Любую ниточку обрезаешь, и никто не страдает от этого. Все настолько идеально, консистенция друг от друга унаследования. Сейчас бы, наверное, чуваки из Apple поржали. Там на деле тоже говно из говна все просто идет, непонятно как. И да. Не, а прикинь, короче, надо же всегда представлять, как обычно. У нас же затраты на то. А вдруг, знаешь, лучше написать кривое дерьмо, и потом потратить какое-то время на его отладку, чем написать долго это все вики, язык, использовать, чтобы каждый учился, но ничего не отлаживать. Вот именно поэтому он и говорит, что мне даже за все время не с кем было это обсудить. Все такие, как ты, начинали просто говорить, слушай, чувак, мы же удлиним, усложним, нахрен надо. Я просто пытаюсь отыгрывать грустного, хотел сказать, злого полицейского. Просто потому, что у людей наверняка возникают вопросы по ходу того, как ты рассказываешь. И я пытаюсь... Ну да, согласен. Как говорит Гоблин в своих роликах, и когда его спрашивают, а вот будет ролик с этим? Да в принципе, я, говорит, только рад. Потому что моя-то роль в этих роликах изобразить тупого дурака, который просто задает вопросы непонятные, которые возникают у людей, и да. Тупое говно. Так, сейчас надо на паузу. Давай. Да, в общем, суть в том, что он здесь внезапно понял, что он изобрел ООП. Вот так. Так, да, но для меня, говорит, это не то чтобы методология, и точно не серебряная пуля, которая все, типа, решит. Угу. Вот, но... Да, говорит, каждый, кто трогал ООП, здесь именно трогал, наверняка провалился в Inheritance Hell, в наследственном аду, так сказать, в аду наследования, путался в границах объекта, затем читал статьи, что все это огромная ошибка, надо возвращаться к процедурному или даже функциональному подходу. Все это значит как минимум то, что даже если вы проектируете иерархию компонентов, она может получиться неоптимальной. И это стопудово. Нельзя все предусмотреть. И как он говорит, особенно если делать это в первый раз, наверняка будет плохой. Угу. Базару нет, получится просто говно, опять же. Согласен. Когда написали роман, а тут не продается, не торопитесь ругать язык или печатную машинку. Это классно вообще было. Мне прям... Причем язык в смысле русский язык. Я думаю, он это... Ну да, да. Надо ругать себя в первую очередь. Не тот, который... Тан. Тан там можно ругать. Неправильно что-нибудь это кому-нибудь. Со мной иногда спорят. Ну, в общем, здесь он дальше опять говорит о том, что это не простая объектная ориентированность. Это все ж таки... Нечто большее он имеет в виду. Ну-ка. Здесь он долго и глубоко рассказывает о том, что HTML не оптимален. Что... Ой, я вижу. Там куча еще кусков кода он приводит. Да, 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 да. Что семантика интерфейса это иерархия поименованных частей. Что на самом деле нужно что-то... Опять же, что-то абстрактное. Если мы используем стандартный дом-структуру из CSS-класса, оба этих способа, он говорит, плохие. Про разного рода Photoshop-этикет я, говорит, даже писать не хочу. Photoshop-этикет это то, что я всегда Саньку говорю, что ты слои-то мне переназвал, вот это все. И по его мнению, он говорит, по-моему, единственное, что стоит тратить время в граф-редакторе, это сама графика. Ребята, не сходите с ума, пожалуйста, хотя это ваше право. Но никто из посторонних не воспримет серьезно вашу структуру слоев. Да и вы через месяц тоже. А, имеется в виду, что можно хаотично накидать? Конечно, у тебя будет Smart Object 1, Layer 2 и Background 3. Ну, так и у программиста будет Object 1. Вот я тоже... Мне кажется, что все-таки, ну, не стоит. Потому что вот в наших PSD, которые именно гибб-дизайновые, у меня-то там все четенько проименовано. И я сразу, даже через полмесяца, через два месяца возвращаясь к ним, мне прям нравится. Я сразу все понимаю, мне легко, и я продолжаю работу. Поэтому он как-то вот... Не, я хотел бы послушать, опять же, что скажут наши пацаны-фотошоперы, которые нас слушают. У нас же наверняка есть люди, которые прям вот сильно дизайнеры, сильно рисуют в фотошопе, в иллюстраторе. Напишите, вы вообще... Или вы хаотичные, пацаны, или вы наоборот все структурно, прям анально продумываете именно. Мне вот это интересно. И напишите, почему. Знаешь, что еще интересно мне? Ну-ка. Не хочу, конечно, забегать вперед, но придется, пока я злой коп. Мне, знаешь, что мне нравится в этой статье? Вот самое. И будучи тем человеком, который пишет статьи для аспирантуры, список литературы где? Ну, здесь есть ссылки. Нет, хорошо, ладно, есть ссылки, базара нет. Мне просто интересно, а что, ни один америкос, пиндос не задумывался об этой теме? Вот именно первый русский наш чувак из Яндекса задумался про это. Что, нет какого-то референса? Он на что-то ссылается, может быть. В конце давай еще посмотрим. Может быть, что-то было. Хорошо, я просто забегаю, зло забегаю вперед. Я не придирался так, поэтому не знаю. Давай, давай. Здесь картинка, причем, телка моет ванну такая в передничке. Ну-ка. Чистый дом – это просто знак в пустую потраченной жизни. То есть он что-то все-таки гнет линию. Он к тому, что именно не надо многими вещами просто не нужно заниматься как факт. Нужно... Вот я не согласен с ним до свидос. Я очень педантичный чувак, меня до свидос грязь бесит, всякая хрень, пыль там, грязная посуда и грязный пол. Я уверен, он просто смотрит с другой стороны. То есть, грубо говоря, может быть, из-за того, что у тебя грязная посуда, да, тебе это, понимаешь, ты менее продуктивной становишься. А он смотрит с другой стороны. Он по Шелдону, его это раздражает, его только больше это мотивирует. Может быть, я не знаю. Типа похрену, давай там, типа. Ну, он считает, что это да, не то, что... Но вообще меня мама всегда учила, что порядок на столе – порядок в голове. Да нет, это логично. Ты просто стопудово, ты, ну, блин. Нет, да сколько мотивирующих статей на том же медиуме, да, на любимом, где написано, что сначала уберись на столе, а потом у тебя и программирование попривет. Вот да. Ну, вот он тут дальше засирает HTML, что все попытки сделать его семантическим на самом деле очень тщетные, это бред, что всякие названия, типа Улл и Ли, это вообще ни о чем, это просто бред, хотя Улл – это unordered list, например, а Ли – это list item. Он считает, что не должно так быть нахрен. Должны быть названия, как в XML – список, элемент 1, элемент 2. Не в том смысле, что, опять же, элемент – элемент, а именно реально там книги, книга. То есть они должны прям, названия должны говорить о том, что вот… Говорящие элементы. Да, да. Вот он пишет, что B от слова B, тоже говно, Strong – говно, все засрал вообще. В какой-то момент вы уже даже не H1 на Улл, а просто дивы с классами. То есть типа, что кто-то с CSS классами выходит из положения, но, говорит, это тоже мясо тупое, одно за одним просто, ну вот, да. И… Ну, слушай, за ним пацаны из V30-то выехали, они его в подворотне подкараулили. Я согласен, возможно, уже подкараулили, потому что статья как бы какое-то время уже прошло. Так вот, и он здесь пишет, что даже в React ничего не означающее виртуальный элемент див преобразуется в React createElementDiv, но по факту все равно это твой мод див класс. Ну да, просят писать не класс, а класс name, но неважно, как бы вот выглядит это все равно как полумера какая-то на его взгляд. Так. Он здесь опять возвращается немножечко к нотации МСС-классов, что надо их назвать item, selected, state selected, item selected. И здесь он говорит про BEM, что в принципе мы… Он говорит, об этом прекрасно рассказал мой коллега Антон Шейн, и там ссылка на YouTube preference по тебе. И я, говорит, буду вести рассказ в смысле, что вы либо посмотрели лекцию Антона, либо у вас есть боевой опыт. Ну, то есть он про BEM говорит просто предметно, что это методология декомпозиции интерфейса на компоненты и определение их границ, по факту, то, что нам нужно. Но он говорит, что все равно здесь повторяется, что везде элемент, ну, он же несется через это. То есть если в модификаторе, в самом модификаторе имя элемента тоже присутствует, он считает, что все-таки это избыточность. И сами авторы BEM предлагают работать с такой JSON-сематикой. Была методология, теперь имплементация. То есть здесь именно в JSON-е нужно все это хранить, для того, чтобы было более понятно, что элем — это item, а мод модификатор — это state, selected, там контент такой-то, контент такой-то. Это компилируется в соответствующий HTML, опять точно такой же с классами. И с одной стороны это важный шаг, перестать руками трогать HTML, с другой он видит две проблемы. Мы убрали одну формальность, но добавили другую. Повторяющаяся конструкция блока, элемент, контент. То есть он быдлит на своих, и данные отделили от работы с ними, вернулись в процедурную эпоху программирования. Да-да, immutable data, MVC, я в курсе, но все равно не согласен. Совсем не согласен. И дальше квинтэссенция. Он считает, что XML — это гениально. А по факту XML — это и есть тот самый HTML, в котором мы просто можем называть каждое дерьмо, как хотим. Меню, item, head и так далее. Каждое дерьмо именно. Да. И он работает с иерархическими структурами, всю свою сознательную практику он пишет, и там именно статья его же на LiveJournal старая, референсы. Ничего удобнее и универсальнее XML я, говорит, не встречал. Основные конкуренты, видимо, JSON и YAML, но там нет разделения данных на содержимое узла и мету. То есть костыли с резервированием бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Он говорит, в плитании XML все подобные впервые видел в ActionScript 3. О, ужас. Помните такое? Да, помним. Это то, что во Flash было до определенного момента. Поначалу смотрелось диковато, но в процессе понимаешь, насколько это удобно. Недавно все распробовали GSX, в том числе я. Это React шаблонизатор, сколько я помню. Может быть, шаблонизатор это немного неправильно, но да. Короче говоря, если пойти дальше уже, то он выбрал вот такое формальное описание абстрактной кнопки в моей голове. И обрати внимание, там серый квадратик, в котором кнопка, вот посмотри. Я вижу. Наследует свойство от. То есть прямое наследование показывается от контрола, сетка и типографика. То есть это три, так скажем, абстрактных класса, каждая из которых определяет определенный простите за автологию, определяет определенный набор свойств. Дальше стандартные значения свойств уже тех, которые есть. Высота средняя, ширина в колонках сетки не определена, размер текста средний, главное на экране нет, ссылка не определена. Есть структура, содержит иконку или текст, есть реакции, при нажатии вводят по ссылке при наличии такого свойства. Знаешь, что это напоминает? Что? Когда в Delphi нажимаешь на какую-нибудь кнопочку, у нее тоже все есть, у нее есть от кого она зависит, какое у нее свойство, какая у нее, опять же, структура, иконочка, бла-бла-бла, и какой там он клик у нее. Да, но здесь это на том языке, который будет понятен и менеджеру, и программисту, и дизайнеру. опять же, да. Delphi. Ну, вот да, тут в данном случае на русском. Так это выглядит в его голове. Окей. И дальше он говорит о том, что он прям, такую лесенку ему удобно пробегать глазами. Здесь вложенностью, индентацией, если угодно, отделены, так скажем, основные вещи, ну, типа, как подзаголовки. На полном серьезе, нельзя поспорить, лесенку воспринимать действительно проще, чем если бы это была просто стена текста, пусть даже и выделенная жирными, курсивами и так далее. И вот он говорит, Beast.js. Это то, что он написал, вот на гитхабе есть ссылочки, референс к самому себе. И он здесь еще смешно пишет, когда я перечитывал свой рассказ, на этом месте я уже сильно уставал. Если вы еще со мной, давайте сходим за чаем, встретимся через 5 минут. Вот пара ссылок. Смотри, он здесь нам прям интерактивность делает. Так. И я не знаю, что такое Bloodborne. Bloodborne это игра на PlayStation, такая же, как Dark Souls, сложная, хардкорная. Вот это Bloodborne. А, ну вот... А к чему это он все? Я не знаю, видимо, его проект напоминает Bloodborne. Такой же хардкорный, тупой. Ну или не тупой, а какой-то. А можно сразу вопрос? Да, конечно. Вам так нравится Bloodborne? Очень нравится. А еще вопрос, зачем вы нам рассказываете о нестабильном, видимо, инструменте? С одним контрибьютором, который местами похож на другие стандарты индустрии. Ну, типа он хардкорный чувак, да, якобы. То есть, в принципе, он переизобрел некоторые вещи и на самом деле ничем нигде не объяснил, но... Блин, понимаешь, вот опять же, вот если бы он подкрепил каким-нибудь америкосом, я бы ему сильно поверил. Он бы сказал, блин, а вот тут Крис Койер писал вот подобное, вот что-нибудь такое. Вот это было бы прям сильнее. Ну, слушай, он 4 года поисковую выдачу Яндекса делает. Он, возможно, круче, чем все Крис Койеры. Может быть. То есть, возможно, наоборот, Крис Койер... Это они на него должны ссылаться. Да, вот смотрите, Beast, Russian, Russian чувак, Russian developer. Да. Окей. Так вот, Вы на всем языке он написал, а вот это выглядит в Beast. Beast decal, declaration, здесь там button, что наследует, tag, mod, param, on, mod, on, ну и так далее. Вы видите. Декларация очень похожа на объявление класса, в общем-то, это оно и есть. Напоминаю, изобрел объектно-ориентированное программирование. Он говорит, не будет объяснять каждую строчку кода, но есть определенные плюсы. Описание полного жизненного цикла компонента без распихивания разных его этапов по файлам и другим технологиям. Все в одном месте, короче, написано. Тут же изоморфность. Часть полей декларации могут выполняться на сервере, часть на клиенте. Ну или все может выполняться на клиенте. Я не думаю об этом, когда описываю интерфейсный блок. Ну то есть, опять же, можно из-за того, что изоморфность, данные есть и там, и там. Это удобно. Предсказуемость кода. Компоненты, описанные разными людьми, выглядят примерно одинаково. Одни и те же вещи лежат в одних и тех же местах. Ну то, что он указал, на каком уровне, свойства расписаны, это типа удобно. Такую лесенку удобно документировать, он пишет. Но здесь на самом деле достаточно опрятно это выглядит вместе с комментариями. Мод, парам. То есть все-таки в лесенке он любит разбираться, убираться, но посуду мыть не надо. Вот да, здесь видна определенная педантичность, особенно в том, что все должно быть там по порядку и так далее. Но какого-то хрена вот да. Очень удобно расширять. Например, захотел к стандартному набору полей добавить счетчик статистики. И вот он его добавил просто здесь и все. New story proceed. Теперь можно, каждый может этот каунтер цеплять как inherits counter. Окей. Я пропустил момент, когда инструмент превратился в язык создания языков. Он здесь вот сам над собой шутит. Так вот, какую задачу же он решает? О том, чтобы связать, короче говоря, всех людей. Так, ну это мы поняли, да. Все категории, так скажем. Он пишет, что почему Яндекс создал BEM? Ему важно было, для Яндекса, как для интернет-портала, критично было создавать абсолютно независимые интерфейсные блоки, чтобы встраивать в любой контекст. Так появился BEM. Чтобы условный блок погоды был и в поиске, и в почте, и везде, и был везде независимый. Ты его в отдельный файлик описал и так далее. А тут он хочет, чтобы все-таки это было частью единой системы на одном, так скажем, языке, понятной для всех звеньев. Не, мне просто интересно, а менеджеры могут разговаривать на BEM? Мне кажется, не могут. Ну, менеджеры Яндекса могут, но менеджеры любой другой, рога и копыта, вряд ли. Но вот на BISTE, видимо, у него все могут разговаривать. На BISTE он хочет, чтобы все разговаривали. Да. Ну, в общем, вот так вот он пытался нам решить ту проблему, которую, которую он сам и продекларировал. Я даже здесь сердечко поставил. Ну, мы сразу вдарили по-жёсткому, то есть мы с жёсткой темой зашли. Не думайте, что мы сейчас будем... Да, дальше на самом деле всё будет проще. Знаешь, почему будет проще? Потому что вижу, вы устали, он здесь написал. Ну, почему будет проще? Потому что всё-то уже закончил, можно продолжать? Да, можно. Будет проще, потому что у нас есть сайтецкий uvbizign.ru, и вы на него можете, как в Афа, об Зи, предлагать даже такие темы. А предлагать их можно в сайдбаре справа, как обычно. Да, там у нас есть блок темы к ближайшему подкасту, по нажатию на которых вы перейдёте в ту самую тему и сможете что-то нам предложить. Мне интересно, вот ты своим, опять же, опытным взглядом, видишь, новички предлагают темы или у нас только устоявшееся вот это вот наше болото? Я знаю, просто, как я это знаю, мне на почту приходят уведомления о всех действиях на сайте, и сначала мне приходят уведомления, что один чувак зарегался. Сначала тебе приходят 17 уведомлений от фронтендера? Да, после этого о том, что зарегался какой-нибудь чувак, о том, что он установил себе новый пароль, ну там по умолчанию в WordPress надо сбросить пароль. Мы не храним личные данные. Не, не храним, зачем нам хранить? Вот, и потом сразу с этим же ником чувак предлагает одну-две темки. Как правило, больше он не появляется. А, всё? Одну-две предлагает и, может быть, потом через три подкаста предлагает ещё одну, но в целом уже пропадает. То есть, как-то довольно-таки устоявшихся людей у нас раз-два и фронтендер. Ну окей, вот вы можете предлагать, поэтому смотрите сами. Это всё в сайдбаре, и там же в сайдбаре можете зарегистрироваться, вот как Саня и сказал, да, можно зарегистрироваться. Я просто ещё хочу сказать, вклиниться в наши привычные организационные моменты от Никиты и сказать, что вот вы видите, на данный момент у нас на главный закреплён пост день рождения сурового веба, Ювеб Дизайн Хроники номер 4. Я бы на вашем месте прочитал, там немножечко инсайдов, ролик небольшой с поздравлениями, точнее ролик тире прямая трансляция, который мы подрубали ещё какого-то там 15-го, да, кажется, числа, может быть 14, нет, 15-го. Что-то типа того, да. И самое главное, что вы можете посмотреть, по-моему, у нас есть хроники третьей, то есть предыдущие. Да, есть рубрика заметки, то есть здесь вот в, так сказать, в футере поста вы можете нажать на рубрику заметки и прочитать просто все хроники. Есть третий, есть вторые. А, даже вторые есть? Да, есть даже первые. Первые просто на вебсайне, а вторые, третьи, четвёртые, они здесь, да. И вторые хроники, чтобы ты понимал, были в 2014 году, 10 июля. Третьи хроники были 16 сентября, 16-го, и вот теперь 15 апреля, 17-го. Заметь, промежутки между хрониками уменьшаются, возможно, скоро будем сыпать ими, как, я не знаю, леденцами. Будут хроники и дика у нас уже. Ладно, это сказали, сказали ещё про то, что у нас есть стикеры, которые вы можете заказывать у нас в паблике. Стикеры имеются в виду наклейки, такие кругленькие, очень опрятненькие и не очень большие. Их можно клеить на ноутбук. 5 на 5 сантиметров, если куда угодно. Некоторые, возможно, нас слушают рэперы, хип-хоп исполнители, они могут клеить себе на снэпбэке, сверху козырька. На козырьке или снизу козырька, в зависимости от того, как нравится. Возможно, снизу Uweb Design, сверху Uweb Games. Вау. Прям да. Смотри, какие у тебя, как это вообще. Я, возможно, так сделал уже, я же тебе просто не рассказывал. Два стикера, здесь вы видите, стикер Uweb Design, стикер Uweb Games, с витриной с товарами, сразу под закрепленным постом по ссылке vk.com.swebdesign. Да, ну и последнее из обычного, это у нас есть чатик в Телеграме, в который вы можете вступить, только если напишите в Телеграме в этом мессенджере от Павла Дурова, не Павлу Дурову напишите, а напишите в веб-сайне. Да, можете. И он вам приглашение кинет, вы зайдете и будете деградируя в чатике в Телеграме. Да, хотя накал деградации существенно спал за последние 3-4 недели. Теперь там умненькие все. Теперь там просто, на самом деле, перекати поле и 210 человек. Тамблвит? Даже 250, да, там был вит полный. Поэтому приходите и измените это. Мы ждем именно вас. Хорошо, будете кекать там. Давай, у нас продолжается дизайн. Да, продолжается дизайн. Хотя первая тема, она это мета-тема. Тема-тем. Я бы ее напрямую к дизайну-то и не относил. Хотя она у нас... Есть в ней что-то и разработческое. Заглавное, кстати. Так, ну, не обязательно же у нас первая тема, она дизайнерская, как наркотики. Наверняка когда-то там будет и научпоп. Да, Конечно. И светские новости. Так вот, Гал Шир на блоге Музли. Гал Шир! Гал Шир Бэггинс. Да, мне тоже придумывать это. На блоге Музли, о котором мы как-то говорили два подкаста назад, он написал нам статью о том, что неужели градиенты это новые цвета? Как нерст из Денью Секси, девиз нашего паблика, а он где-то в недрах есть, в нердах, в недрах. Так вот, градиенты это новые цвета. И он пишет, что в принципе цвета это самые важные и мощные элементы в дизайне. Особенно с учетом того, что дизайн, он в принципе эволюционирует, наше видение и восприятие цветов на самом деле тоже эволюционирует. И в принципе, говорит, почти все сейчас тренды в дизайне, интерфейсах, они на самом деле включают в себя использование градиентов. Вот такой наблюдательный у нас Гал Шир. Слушай, 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 перед тем, как ты скажешь, начнешь вот это, развивать тему Гал Шира Бэггинса. Так. Я хочу сказать, что у нас же недавно была тема, что главное в дизайне это шрифты. А Гал Шир нам говорит, что теперь главное в дизайне это цвета. Сколько мнений, как дырка в жопе есть у каждого. Хорошо. Хочется именно такое к Гал Ширу применить, метафору. Так вот, и он пишет, что везде надо использовать градиенты на самом деле. Похоже, мы, говорит, устали от обычных цветов и пришлось как-то использовать новые способы этих комбинаций этих цветов. На самом деле, градиенты даже в 95-й Винде были. Поэтому он немножечко припоздал. Градиенты еще были, наверное, в Риме, когда можно было на небо посмотреть и там градиенты. Об этом он говорит. Причем у него здесь достаточно противоречиво. Я эту тему брал, как минимум, чтобы мы с тобой еще это обсудили. Потому что сам он как-то вот тема градиентов как сисек не раскрытый у него. По крайней мере, ну, мне есть еще какие-то два вопроса тебе задать условных. Давай, я слушаю внимательно. Он сначала нам немножечко фактов говорит о том, что градиент создается с использованием двух или более цветов, чтобы раскрасить элемент. И между ними осуществляется переход между этими цветами. И градиенты, оно позволяет на самом деле дизайнерам, используя два уже известных цвета, создать как будто бы новый цвет. То есть комбинации какие-то. И это реально воспринимается полностью как новый цвет, как какая-то новулечка и новиночка. Ну, смотря на это, на все, такое чувство, что он там все вместе с Джонни Айвом сидел. Ну, слушай, возможно, он опередил свое время, опять же, Галшир. Кто из них? И Джонни Айв, и Галшир, все эти фрики. Просто Джонни Айв это еще давно придумал и сказал, все, у нас теперь в Айосе, будет досвидос. Да, да, видимо, он тоже понял, что просто цвета всем надоели, и теперь нужны градиенты. И по факту градиенты это просто новый цвет, но их по Диснею, там, где мы берем градиенты, их бесконечное множество. Ну, комбинации, по сути. Да, потому что, как мы знаем из комбинаторики, там число возможных вариантов, оно по факториалу растет просто невероятным этим. Это как нам рассказывал преподаватель, что вот тут представьте себе, как растет вообще факториал. Типа один был чувак в Индии, умный, который придумал шахматы. И там Радже, главному там, королю, я не знаю, как у них там назывался, понравились. Он говорит, проси любую награду, досвидос. Ну, такой, давай, короче, так. Вот на каждой клеточке последующий шахмат, твоих 64, я просто напомню для тех, кто не помнит. 8 на 8 шахматная доска. На каждую клетку доски мы кладем столько рисинок, сколько факториал этой клетки. Что на первую клетку один факториал рисинок, на вторую два факториал рисинок, на третью три факториал рисинок и так далее. До 64 факториалов. И король такой, ну ты, чувак, дурак вообще. Мог попросить там нормально что-нибудь там, тёлок, золота там, туда-сюда. Погоди, погоди, погоди. То есть он просто риса просил, по сути? Да, по сути он просил риса. Какое-то количество риса. да. И пришёл там придворный математик, удалился, так сказать, вернулся и сказал, типа, уважаемый Раджа, столько риса, сколько запросил этот человек, мы не соберём даже за несколько лет, типа. Угу. Потому что реально, сначала это одна рисинка, потом две. Ну согласись всё равно, по сравнению с тёлками, это отстой. Я всё ещё завёрзу. Понимаешь, за этот рис, ты понимаешь, сколько угодно тёлок себе склеишь, понимаешь? У тебя уже даже на десятой клеточке будет столько риса, сколько она за жизнь не сожрёт. Мне кажется, ты высушишь этим рисом всех тёлок в мире вообще. И телефон, утопленный в монетазе. И один телефон. Да. Ну в общем, такая притча. О чём это? К чему всё? К тому, что количество градиентов так же бесконечно, как то количество риса, которые этот чувак запросил. Потому что ты можешь любые цвета комбинировать с любыми. Ну не обязательно же два цвета можешь. Конечно, в том-то и дело. Вот здесь пример Инстаграма. И у него конкретно тут красный, оранжевый, синий. И между ними градиент. Ну в среднем три цвета. Возможно больше. Ну вот я вижу три, например. И вот появляется тон, который до этого не существовал, а теперь существует. Вот Instagram, new Gradient logo. Так вот. И он говорит о том, что наверняка будет тренд, когда взад-назад вернётся то, что мы используем просто цвета. Тогда, говорит, у Инстаграма будет опять новый логетип. Отлично. Но вообще, он пытается ответить нам на вопрос, почему градиенты трендовые. Первое. Они, говорит, легко запоминаются. А почему, говорит? Потому что в природе мало градиентов. Это первый его пункт. Внимание. В принципе же, говорит, мы на ничего не посмотрим, везде просто цвета. И про цвета мы знаем всё, потому что мы ещё с детства узнавали цвета. О, это зелёный, это красный. Ага. Я сейчас боюсь с ним спорить, потому что, ну, видно, что человек уважаемый. Угу. Мне кажется, в природе только есть градиент. Это третий его пункт. Первый, почему я не трендовался, потому что их нет в природе, а третий, потому что они есть в природе. У чувака жёсткая шизофрения, просто досвидос. Он у него вселился, видимо, дух святой после этого. И он уже на самом деле... Вот, видишь, у меня, когда я читал, точно такие же, как у тебя начали вопросы. Я, говорит, конечно, спорить не буду. С уважаемым. Но, похоже, перед нами дурак. Ну ладно. Так вот. И, в принципе, наш язык для описания цветов, он ограничен. И когда мы видим что-то, что нельзя назвать просто голубой или пурпурный, фиолетовый, мы это сразу запоминаем. О, это градиент там такой-то из такого-то. Ну хрен. Оно уже прям зацепляется глаз. Ладно, допустим. Ну, на самом деле, я могу тебе сказать, почему это новое. Ну, в определенный момент для экранов это стало новым, потому что они очень хорошо стали цвета показывать, банально. Просто раньше градиенты, они как лесенка выглядели, до свидоса, в 8-битном и 16-битном цветовой передаче. Сейчас есть в этом какой-то шарм, Эль-Шейх. Согласен с тобой. Мне тоже нравится сейчас все такое олдскульное. Здесь градиентовый логотип Асаны какой-то, я не знаю, что это. Ну и вот второй, градиенты, они уникальные. В принципе, говорит, мало цветов, которые можно сейчас, могут использовать бренды и типа стать там уникальными. Он говорит, ну допустим, вы взяли синий, а хоп, его уже в Facebook взял. Такой думаешь, ладно, похрен, возьму другой синий. А хоп, его уже Twitter занял. То есть как бы очень сложно сейчас взять и нет хрена, у меня будет красный логотип. А красный, это уже все, это Bank of America. Красный крест. Да просто, ну просто красный. Макдоналдс. До свидос. Макдоналдс, конечно, желтый, но неважно. В натуре, красный цвет, ну че. Спрайт уже бредовая. Вообще так, Coca-Cola как бы, но спрайт. Ну ладно. И он говорит, not enough colors for everyone. И здесь Эмодзи с телкой, которая разводит ручки. И вот, говорит, здесь градиенты и приходят в руку. Это, напоминаю, второй именно пункт, почему они такие трендовые. Вообще они уникальные. Можно придумать до хрена много разных. И the amount of brands that use a blur pill. Количество брендов, которые используют голубо-фиолетовый, градиент между голубым и фиолетовым, действительно мало, и это дает нам возможность, хотя уже и не мало, уже почти у всех этот голубо-фиолетовый и голубо-красный, вот этот розовый. Поэтому, говорит, можно уникально свою создать. Ну, опять же, не будем юродствовать, реально, градиентов можно большее количество придумать, чем просто цветов. С этим я точно спорить не буду. Вот, третье, градиенты кажутся реалистичными. Я, говорит, заметил, видимо, после первого пункта все-таки вышел на улицу, что в реальном мире-то, в принципе, нету круга, есть мяч. И поэтому нету простых цветов, есть градиенты, мать твою. У каждого лимона, говорит, есть какие-то стороны, которые более коричневые или более зеленые. Нет нигде в природе. Вот, да. То же самое в цветах, в небе, говорит, в разных материалах и так далее. Все ведь градиентово. Да шо вы говорите? Ну, ладно. Как это коррелирует с его первым пунктом, я не знаю. Возможно, он упоролся и все-таки, да, не перечитывал вообще то, что написал. Ну, давай четверо. Ему бы, наша учительница по литературе, у меня в школе поставила три, как минимум. Из-за композиции. Да. Из-за декомпозиции. Это ему бы уже Даниил с первой темы поставил. Чувак, вообще ни хрена не понятно, там, говно. Ну, ну. И четвертое, градиенты просто более цветные и прикольные. Людям нравятся цвета. Мы, говорит, привязываемся к цветам. Потому что всегда мы любили фрукты и цветы все время. Он на фруктах и цветах еще помешан. Я хочу сказать такое. А везде ли уместно вообще использовать? На его взгляд, вообще, градиент это наше все. И здесь конкретно кнопка Next в его градиент in UI. И кнопка Get градиентная. И меня там бесит градиентная кнопка, честно скажу. Да. Посмотри, вот SMS-верификация. У него там все из градиентов. Я вижу. И как-то вот непонятно иерархически, что важно, а что нет. То есть много вопросов очень к Галширу. Спорно немного, да. Я просто хочу сказать, чтобы вот это вот все. Просто вот по поводу везде ли уместно ты мой вопрос украл и мне его задал. Ну ладно. Так я, понимаешь, у дураков мысли сходятся. Я понял. Я тебе сам не могу, то есть я могу тебе ответить, что не везде уместно. Я уверен. Согласен. Я просто более чем уверен. Особенно, когда ты хочешь сделать проще, проще какой-то дизайн очень простой для простых людей, для простых американцев. Не зря стандартный, дефолтный американский сайт и никаких там градиентов тебе. Там просто дефолтные цвета. Опять же, красный, ред, грин и блю. В основном синий. Даже у Обамы просто синий и красный если был на сайте. Я не знаю, как у Трампа. Даже у Хиллари, которая, казалось бы, полностью калифорнийская избиратель, или как сказать? Кандидат. Кандидат калифорнийский, да. у нее могли бы и градиентики там проскакивать. Согласен. Из семи цветов, как минимум. Вот, да. И каждый охотник желает знать, где сидит фаза. Потому что, я уверен, что это сложнее. Это как, знаешь, читать капс. Вот как капсом читать. Вот так же, такой цвет, он тяжелее воспринимается, хоть он и есть в природе. Да, его сложно раскодировать. Это не природный цвет, так скажем. Ну, в смысле, особенно, когда градиент из семи цветов. Это в натуре только бензин, когда в воду вливаешь, там такое начинает. я знаешь, что я хотел сказать. Главное, чтобы ваш градиент, вот как я в детстве, очень много, мне покупали до хрена пластилина, просто чтобы я что-нибудь лепил. И я, что делал из этого? Я не лепил ничего конкретно, конечно же. Ты жрал его просто. Нет, я не жрал его, я бы сейчас с вами тут не сидел. Я, короче говоря, смешивал все цвета пластилина в один. Ну, все так делали, лето что делал. И вот так вот катал их, катал, и когда ты их долго катаешь, они превращаются в коричневое дерьмо. Просто именно коричневый цвет. То есть все цвета дают тебе коричневый цвет, без приколов. Если ты их примерно одинаковую дозу взял, дозняк. Так. То есть не по РГБ, ты там не делал больше РГБ. Герои, между прочим, тоже коричневые. Вот. Есть в этом что-то. Есть что-то. И говно тоже коричневое. Вот. То есть главное, чтобы ваш дизайн не скатился в этот пластилин искатанный из всех цветов. Слушай, ты классно зашел. Он, кстати, подписался в конце Gal. Galshir.com. Ну и отлично. Вообще, это по Саус Парку достаточно, когда была серия, где Стэну везде мерещилось говно. Это то, что он типа вырос, повзрослел и увидел на самом деле, что жизнь-то, она везде говно. Вот. Я, видимо, когда катал уже повзрослел. Главное с градиентами это не переборщить в этой жизни, а то получится известная субстанция просто. Вот так вот у нас из Музли тема зашла настолько далеко и дальше нам фронтендер прокомментировал. Неожиданно, кстати. Да, действительно. Так. Самый нечастый гость у нас на Саитецком UX and UI в больших смартфонах. Сместите навигацию вниз. Называется темка. И она на prototyper.io под медиумный блок, естественно. Bottom Navigation Interface. Не хочу долго останавливаться на этой теме. Нам она говорит о том, что большие смартфоны это реальность. Никого уже этим не удивишь и, судя по всему, тренд сохранится еще какое-то время. А это значит, что нужно нам привыкать к тому, что пальцы-то у нас не бесконечны, как у этого. Да. Мы с тобой подумали об одной и той же поговорке с завода, но мы ее не будем взять. Давай. Вот. И хотя, возможно, именно наши подписчики нам смогли бы, но нет. Не знаю. Пояснительно, конечно, что же она означает. Ну, так вот. О том, что нужно понимать, что пальцы наши дотягиваются не до всего экрана и нужно располагать активную, так сказать, зону с кнопками где-то в районе левого квадрата, между шестью часами и девятью, так скажем. Так, ладно. Левого нижнего, чтобы ты понимал. Ну, ну, ну. Потому что именно вот так мы жмем пальцами. Вы-то не видите, уважаемые подписчики, а я Никите показываю. Мы жмем это пальцами. На воображаемые телефоны наши. Так-то нам родители не покупают пока. А вот. И здесь есть скриншот, который показывает нам о том, где на самом деле находятся зоны вот эти вот на смартфонах. И здесь зелененькие, ну, как я уже говорю, левый нижний квадрат, так скажем. Левая нижняя четверть. Блин, мне кажется, или мы с тобой что-то подобное уже смотрели? Тысячу миллионов раз. Возможно, даже несколько. Но конкретно тут он подкрепляет конкретными примерами. То есть он говорит это в теории, а потом показывает, что реально, похоже, это начали понимать корпорации и сместили все интерфейсы вниз. Похоже, догадались до этого. Ну, так может быть сразу перейдем уже к примерам? Или ты уже и перешел? Да, следующий скрин это Facebook. Я просто знаю, ты любишь теорию задвигать. Вдруг ты сейчас пропустишь мимо все скрины? Ну, давай, да. Смотрите, как раньше выглядел Facebook слева и как он выглядит теперь. Менюшечка вся снизу. Достаточно давно это уже произошло, насколько я помню. Думаю, сейчас сказать достаточно говно. Было бы в моем духе, но нет. Точно больше года уже это существует именно в таком виде. Все меню теперь снизу, а именно feed, там marketplace, уведомления и далее. Все остальное, три вот этих, гамбургерное меню. То же самое мы можем видеть на Apple-картах, а именно смещение поисковой строки сверху вниз. Смещение кнопки построить маршрут сверху вниз. Потому что это то место, докуда дотягиваются наши пальцы. И потому что у Uber именно там эта кнопка и как бы уже приходится этому стандарту соответствовать. Ну, я ее родствую, конечно, наверняка это было примерно одновременно. Хотя на самом деле сейчас бы Джонни Айв его бы подернуло в страхе от того, что он вспомнил, как ему пришлось спешно все редизайнить, когда Uber сделал снизу. И все привык лежать снизу, построить маршрут. Я напоминаю Джонни Айв, он жаловался жене, что он не успевает видеться с семьей. Но он нам жаловался, а не жене. Да, точнее, он жаловался нам, а он именно нам жаловался. Конечно, именно в суровый веб отправлял посыл. Что не успевает видеться с семьей, только из... Но, но, ну, разрабатывая какие-то новые дизайны. Ну да, то есть он работает, потеет. Да, но... Лысина у него прямо испаренная покрывается. Но некоторые корейские, ну, возможно, китайские пацаны успевают украсть у него все и, значит, выехать на его дизайнах, на подобных дизайнах, при этом видясь, видимо, со своей женой. Скорее всего, потому что копировать-то не создавать. Как ломать не строить, я переинадил немножечко эту поговорку на корейском. Кмелосьяння. Копировать... Говорит не выручь. Да, и это тоже. Ну давай. Дальше примор в примор. Пример флипборд. Это какой-то... Я не знаю просто, что это. Ты еще раз видел, ты еще раз видел логотип и слышал само название. Но это, в общем, персонализированная какая-то хреновина, журнал, который вам показывает те статьи, которые, по их мнению, вам подойдут. Как Яндекс.Дзен. Ты, Никита, пользовался Яндекс.Дзеном? Сознательно. Не тогда, когда мы еще сидели в старой квартире и реально он только вышел и мы его обсуждали. А вот так вот, чтобы самому. Вот, к сожалению, только тогда и пользовался. А что он делает? Он в Яндекс.Браузере встроен и он тебе в новой вкладке, когда ты его открываешь, под твоими часто открываемыми снизу показывает рекомендуемое тебе дерьмо. Практически. Если ты много лентач читаешь, там у тебя последние новости с ленты про Навального. Да это все противно, это все этим пользоваться, если честно. Я не знаю почему, но не могу. Ну, ты просто не очень проприетарный, так скажем, чувак, в том смысле, что люди, которые пользуются Яндекс.Браузером, например, наш общий друг Бушуев, он изи использует Дзен, ему прям нравится. Да базара нет. Нет. Хорошо, ладно. Я даже не, я не говорю, что это плохо. Это просто по-другому. Ну ладно. Вот да. И вот на флипборде-то у них все сконцентрировано в нижней части, как концентрические круги. То есть смотри, сверху либо фичерд имидж большой, который как бы ты видишь, но оттыкать тебя в него не обязательно вообще. Да. Когда ты нажимаешь кнопку расшарить, все снизу появляется. Like, add to magazine, send on flipboard и так далее. Кстати, в iOS тоже share. Я не знаю, раньше так было или нет, но сейчас он снизу весь выплывает и опять же удобно. Он где-то на полукранчика занимает, может быть, даже меньше. Именно там поделиться через Twitter, через Telegram и так далее. Ну ты понял, о чем я. В общем, на флипборде тоже все снизу сделали и молодцы. Кроме этого, там иконка поиска, конечно, говорит, пострадала. Она где-то между желтым и красным, уже ниже проскролли. Но, говорит, наверное, они так и хотели. Почему бы и нет? Точно так же он нам рассказывает про аду какая-то. И там тоже все снизу, несмотря на то, что даже используется устаревший гамбургер меню, он, говорит, эмулируется слайдом справа влево, то есть можно просто отодвинуть и тоже появится. В общем, все интерфейсы на данный момент снизу, устремились к низу. Кстати, если говорить о Google Material Design, то Floating Action Button тоже снизу находится. Ну, это да. Кстати, по Material, по-моему, она должна быть справа снизу, а не слева снизу. Но это как бы, с этим можно жить. Справа снизу тоже можно удобно достаточно нажать, поэтому вот так вот. Об этом нам поведал Куберто какая-то. Какая-то. Просто какая-то. Да. И все. А знаешь, что я хочу сказать? Давай. Сейчас быстренько. Просто по приколу. Что я заметил? Я когда открыл эту ссылку, у нас есть прямая ссылка именно на комментарий фронтендера, где он оставил это сместитель навигации вниз. Ну, ну, ну. Есть. Я под этим вижу ниже комментарий ПДС Закиров прокомментировал. И там бла-бла про говносайт. И я уверен, что у нас нет этой темы сегодня в новостях, потому что я просто не видел ее. Нету. И просто мы уже обсуждали говносайт. Но я этого чувака вижу первый раз, комментирующего. И, возможно, он новичок. И он первый раз оставил эту тему и больше никогда не оставил, потому что мы ее не рассмотрели. Я просто хочу сказать, что, возможно, вот этим самым, тем самым, что мы уже за три года что-то рассматривали, вот этот слой срезать людей, вот этих новичков, которые думают, что мы не рассматривали вдруг, да? Просто они, возможно, срезаются вот этим хардкором. И у нас уже остаются только вот чуваки, которые типа фронтендер, которые по 15 комментариев оставляют. Поэтому я просто призываю людей не бояться оставлять свои темы. ПДС Закирова мы, конечно же, благодарим. Я видел его. Я его много где видел, не знаю где. Да, ну и кроме... Возможно, на стримах. Кроме него, других людей тоже. Мы видим это все, мы все читаем. Не то, что мы игнорируем вас, потому что... Нет, я прочитываю каждый раз все темки. И даже если некоторые не входят к нам в подкаст, я Никите почти все их копирую к нам в телеграмовский чатик, и мы обсуждаем там, ржем над всеми, унижаем, лавствуем. Да, да. Все, ты поговорил, да? Про дизайн сказать? Я поговорил. В общем, вывод такой, наше мнение. Ты вот, Никита, ну давай не будем скрывать это от наших подписчиков. Ты часто пользуешься телефоном? Ну, я пытаюсь. Я стараюсь меньше пользоваться им. Ладно. Ну, это мы все стараемся, да. Но как вот тебе вообще нравится, что снизу теперь в основном все? Я, честно говоря, мало это замечаю, но из-за того, что я это мало замечаю, видимо, мне все удобно, значит, скорее всего, они вниз все-таки все опускают. В криминальном смысле, естественно. Ой, ну как сказать? Мне нравится. Я вот твиттером пользуюсь, там внизу... Там новый твит вверху. Это бесит. Я каждый раз перехватываю телефон и вот... Знаешь, для меня каждый новый твит это новая жизнь. Поэтому для меня то, что я вверх нажимаю, это... Ну да, ты просто понимаешь, новые твиты, ну, ни я, ни ты так часто не пишем, чтобы реально страдать от этого. Чтобы прям хреново мне было. Поэтому, ну да, я вот перехватываю телефон для нового твита. Но все остальное в твиттере реально внизу, и это удобно и круто. Учитывая, что у тебя там 15 тысяч твитов, мы не часто пишем, конечно. Но ты раньше часто писал. Слушай, а сколько у меня? Как узнать? Ну, 15 тысяч у тебя. Я просто помню, сколько у тебя. Я помню, что у меня где-то 2 тысячи. То есть вот так, в среднем. Подожди, я легко для наших подписчиков продемонстрирую. Подписывайтесь на нас в твиттерах. У меня в описании, у Никиты элементар через единичку. Да. И у меня 15,3 тысячи твиттеров, действительно. А у тебя, я просто... Ну, два кассика. Продемонстрирую. Е1, Еминтар. Ну-ка. Кстати, все ссылки есть в описании. Обязательно. Я на какой-то твит именно. Ко дню космонавтики смотреть обязательно. О, хорош. Он у меня в хистерии, да, один из топовых посещаемых. Твиттеры, 2051, да. Ну вот. И как бы нас это с тобой еще не так волнует, как, например, Каноненко. Как Наса. Да, как, например, Наса, да. Ну, в общем, это круто. Это действительно круто, что в твиттере это снизу. Потому что... Да, хотя... Просто я честно скажу, если они сделают, как в Инстаграме, по центру кнопку новый твит, я наблюю. Согласно. Потому что это значит, что они сделают, как у всех. И пусть лучше твиттер останется тем оплотом, так скажем, нон-конформизма, в котором есть место кнопки новый твит справа сверху, до которой тяжелее всего нахрен дотянуться. Можно уронить телефон в унитаз, там, в говно, в дерьмо и так далее. И насрать. Хорошо, светские новости. Давай. Я перед светскими новостями даже хочу, знаешь, сказать пару слов, не то чтобы извиниться. Пару ласковых? Пару ласковых слов. Не то чтобы извиниться, а просто рассказать людям, чтобы они понимали вообще, короче, что происходит. Так. Пока... Я сейчас не понимаю, о чем ты сейчас. Мне самому интересно. Ты все поймешь. Ты все поймешь сразу. Короче говоря, я читал все темы, и у меня все темы, они хардкорные. Они не хардкорные в плане того, что там про программирование или что-то такое, но там они сложные для запоминания до свидос. И вот чтобы все запомнить, всю информацию, надо сесть и учить, заучивать. Но я хочу сказать, почему меня отмазывает то, что я сегодня буду немножко подсчитывать тем. Пока мы готовились, Саня ставил немецкую музыку. Вот не в прямом смысле того, что он ставил Баха или Моцарта, он включал просто рандом по всей своей библиотеке, и в основном почему-то 80% из этого было на немецком. Как бы из-за того, что я как бы восторгался музыкой, сидел, а я действительно получал удовольствие в основном, я все, что я читал, я пропускал, возможно, у меня будут какие-то немецкие слова вырываться. Сейчас у тебя вырвется, да, что-нибудь. Поэтому вы меня сильно не бейте ногами. Если что, спрашивайте с Саней, у него вам скинет пару треков, там Инэкстрема, возможно, кто-то любит. У нас вдруг сейчас будут, вскроются. Да, возможно, сейчас тысяча лайков этого подкаста. Блин, это все. Я серьезно, мой любимый подкаст, мою любимую группу слушает, вау, еще и удовольствие получает. Да. Скорее всего, так и будет, я не знаю. Окей, начнем. Светские новости, история Seagate, первая тема. Я, опять же, я-то как бы с фронт, опять же, фронтендер. Все знают такую фирму, как Seagate. На GeekTimes запилили статейку про эту фирму и вообще про харды, пишет он. Здесь действительно с GeekTimes, и здесь целая история про Seagate, как они появились. Я еще вспомнил, испугался, что мы тот накопитель, который заказали, не забрали и вообще за свидетельство забыли, но это только в пятницу будет. А, ну еще рано. Просто как-то, да, так много времени, казалось, прошло, а прошло не очень много и слава богу. Так вот, короче говоря, Seagate, как он появился? Изначально, очень давно, очень давно, когда еще даже дискет не было, 20-50-е годы, 1920-1950. Блин, у меня почему тема открыта про заключенные тюрьмы США по бреду. В качестве способа хранения и передачи информации для компьютеров использовали перфокарты и перфоленты. Знаешь, откуда это пошло? Нет, с удовольствием узнаю. Пришли в компьютерную отрасль из ткацких станков. Можно было догадаться. ткацкие станки, они с помощью перфорации станки делали определенное количество опусканий и подъемов нитей, в криминальном смысле, потому что про тюрьму у тебя открыто было. Чтобы отобразить рисунок на ткани, ну вот, все, позаимствовали оттуда и окей, будь здоров. Спасибо. А потом уже перешли с перфокарт на магнитные темы. И магнитные темы, они там, ну вот, в аудиопроигрывателях дохрена там бобины записывали, причем почему-то бобины все еще используют. Говорят, что бобины их, они дешевые, досвидос. Их хранить легко, но считывается с них медленно. Магнитные. То есть, ты можешь туда, условно говоря, записать дохрена инфы почему-то, но они огромные, как бы, да? Это дешево, они не стоят ни хрена, не как там какие-нибудь там твердотелые накопители, например, да? Сто пудово, да, особенно теперь. Но они медленно считываются, это как бы кап, потому что тебе нужно перемещаться по всей этой ленте. Ты в прямом эфире, так скажем, только слушаешь, и все, ты не можешь за секунду там гигабайт перекачать и так далее, ты должен физически карандашом его перекрутить. Да, но мы это отскочили немножко. Так вот, магнитные темы потом пошли. Способ магнитной записи был запатентован еще в 1898, между прочим. Неким Вальдемаром Поульсоном, Поульсоном, это у меня уже вырывается. Их ливен, мэн ливен. Вот. Значит, что еще надо сказать? В 27-м году немецкий инженер Фрейдс Пфлеймер, окей? Накладывается, накладывается. На создатель, на автора этой статьи тоже, возможно, он слушал в тот момент. Нанес напыление порошка оксида железа на тонкую бумагу и запатентовал метод. Но патент отменили из-за изобретения 30-ти летней давности. То есть просто старье. Он какой-то 30 лет ждал, а потом запатентовал. Ну ладно, не он ждал, он, видимо, типа подукрал, будем говорить. Вдохновлялся. Вот. В 35-м, вы видите здесь, кстати говоря, фотографию магнитофона К1. На котором, на кнопках, вы могли бы подумать, написано, Рюклауф, Хальт, Форлауф, Ауф, Немен, Видер, Габе. Понимаешь? Да, да, так я и о чем и говорю. 50-е годы. Национальное бюро стандартов США построил компьютер Сиаек, как Сиалекс, Сиаек. В нем, в качестве накопителя использовали металлическую проволоку в кассетах, чтобы вы понимали. Представляешь, металлическая проволока вместо вот этой легонькой ленточки была прям вот леска натянута. Ну ладно, проволока. Вот здесь есть фотографии кассета с магнитной проволокой. Идем дальше. Окей, двигаемся чуть побыстрее. Значит, есть вот компьютер, который просто построили для нужд военно-воздушных сил, видимо, США, да. Не Германии, не Германии. Потому что у них... У них в 51-м уже не было никаких военных сил, они только репарации платили и контрибуции. Да. В качестве носителя использовались накопители Uniservo с лентами из никелированной бронзы. Идем дальше, немножко двигаемся. 70-е годы. Магнитная лента уже в бытовых компьютерах использовалась. В виде кассет. То есть, такие как бы кассетники были, компы-кассетники. Это уже когда, наверное, чуваки слушали... Ну нет, еще в 70-х они ничего не слушали. Да, бумбоксы еще вряд ли были. Боксы не было, не было. Вот, здесь также написано, что все еще NASA используют и, собственно, Colliderage используют магнитные ленты, делают бэкапы на них. Меня это завораживает, как водится. Меня все старье завораживает, а это, видимо, особенно. И вот здесь, внимание, внимание, надо видеть. Видеть. IBM начинают движуху вообще с компьютерами, и то, что компы входят вот в общее такое пользование, не то, что только там суперспецслужбы, уже принимают какой-то облик нормальной компьютеры. И вот, короче говоря, преимущество метода хранения в цене. IBM считает, что до 80% корпоративных данных можно записать на ленту. Ну, вот это я все говорю. Проблему скорости доступа в 60-е годы решала команда Алана Шугарта. Внимание, мы сейчас будем с этим Аланом Шугартом до конца идти. Ух ты, за ручку прямо он испроведет. Он IBM-овский пацан. Так. Он, видимо, тогда еще молодой был, потому что он как бы за ручку будет идти нормально. Так, в 60-е годы вместо ленты инженеры предложили гибкий магнитный диск с кожухом. Так. Они уже пошли дальше. И в 71-м году IBM представила первую 8-дюймовую дискету на 80 килобайтах дисковод. Ты посмотри, какая-то здоровая хреновая тетка. Я вижу, да, да. Тетка толкает. Она прям как виниловую пластинку целую сует. Заряжает. Как суета. Основание Seagate Technology. Как было? Алан Шугарт после ухода из IBM свалил. Он, ему флопники его заинтересовали. И он начал флоппи-диски делать. Отскочу очень коротко. На работе недавно делали уборку, как ты помнишь. И, смешно, я настоятельно заставил своего начальника оставить один флоппи-дисковод. По прикольчику? Да. Просто, чтобы был в случае чего, так сказать. Я согласен. Несколько шлейфов. Потому что дискеты-то у нас там есть тоже. Со старыми программами, которые там только на Пакартбеллах 486-х IBM-ных идут и так далее. Прям реально раритетный раритет. И самое смешное, что этот флопник, он лежал где-то в недрах шкафа бывшей начальницы отдела. И на нем был стикер с надписью «Хороший». И когда я говорю «Санек, давай оставим». Он говорит, блин, конечно, в натуре тут-то «Хороший» написано. Давай «Хороший» прямо и отставим. Как бы там много флопников было, но остальные мы отдали на списание. Ну, он хотя бы работает. Не проверяли. Но с пометкой «Хороший» не может не работать, понимаешь? Ну, нормасик. Это смешно. Ну, слушай, если вдруг приспичит, всегда можно будет где-нибудь найти, я думаю, на каких-нибудь барахолках и так далее. Ну, если сильно приспичит, как знаешь, в ресторане омары, крабы. Если сильно приспичит, вот помнишь, ты рассказывал, как ты свой старый компьютер кому-то отдал. Там наверняка тоже этот флопник есть. Ну, кстати, есть. Вот видишь, я знаю, куда обратиться в случае чего. Я, кстати, опять же, раз мы уже отскакиваем, тема, у меня у Бати в старом синтезаторе, он достаточно старый, можно так его назвать, потому что сейчас уже таких точно не делают. В Ямахе старый есть флопник. Помню, да. И ты можешь воткнуть флоппи-дискеточку туда. И на этой флоппи-дискеточке ты даже можешь много достаточно, ну ладно, не знаю, много-немного, но 15 где-то стилей вот этих тех самых миди-стилей, кто понимает, в синтезаторах, можно записать на дискеточку, вставить, и они будут, собственно, там, ну, окей. Я думаю, как раз уже была решена проблема скорости доступа к данным, потому что с флоппиков прям валило. Ну так вот, в 73-м году на деньги инвесторов сам Шугарточ, как Шугабейбс, основал Шугарт Ассошейдс, которая вскоре представила 5, 5,2,5, 5,1, четверть, дюймовую мини-дискеточку в качестве замены громоздкому 8-дюймовому старшему брату. То есть, это уже тетка заряжала не такую здоровую хреновину, а поменьше. А вдвое меньше почти, да. Да, но это еще не те самые дискеты. 5,25 это, в принципе, диагональ айфона. Шестого, да. Надо говорить. Ну, хотя нет, по-моему, просто пять. Шестого, ну, короче, чуть больше, чем телевизор. Да, вот примерно такая по диагонали была дискетка, только квадратная, но большие. Не три, которые 3,5 дюймовые уже позже появились. Это 1973 год. Да. В 1976-м Sugar Associates предлагала привод за 390 долларов и 10 дискет за 45 долларов. Нам уже про бабки. Ну, согласен, чтобы как-то представить масштаб. Это просто означает то, что все пошло в народ. Уже пошли просто флопники продаваться для компьютеров. В 1977-м году компания купила Xerox, в смысле компанию, эту, Sugar Touch. Xerox, правильно, все сейчас тебе напишут в комментариях. Да, Xerox, правильно, и в 1986-м... Правильно, Xerox купила она Xerox, все. А в 1986-м она продала этот бизнес, видимо, Narlinger Group. Видимо, нерентабельным он ей показался за эти 9 лет. Важно здесь, что в компании разработали интерфейс SCAZI, Small Computer System Interface, который до сих пор используется в серверах в некоторых. Он изначально назывался Sugar to Shared System Interface беспалево. Это вообще... То есть я говорю, шувак гениальный, да. Идем с Шугартом до конца. Символично, что в издании Computer World здесь прикольчик. В 76-м на одной странице уместилась заметка о похоронах. 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 О похоронах перфокарт. Они что-то как-то ржали над этим. Причем, заметь, там баба сидит, возможно уже с синтезатором, в котором флопики. Да-да-да-да-да. И она, наверное, наигрывает на Траурный Марш, естественно. Я думал, ты собьешься сейчас на Звездные Войны. Нет, не собьешься. Ладно, продолжаем. Господа, вы видите здесь дисковод, который на боку положен? Он валит боком. Да, вот это Sugar SA-400. Смотри, здесь нету еще, так скажем, реально интегральных микросхем больших. Здесь именно микроконтроллер с ножками прям ярко выделенными с двух боков еще, ну, действительно, такая. Уровень развития полупроводниковых приборов еще невысок. Это для 5.25 дискет. В 79-м Sugar Tech основал новую компанию Sugar Technology. Целью предприятия было создание жесткого диска размером с дисковод. То есть, он как бы отделил, у него ассошиет с два дискетами будет заниматься. Как бы, нет, почему он основал новую технологию? Потому что это уже его тема. ассошиетс опродана хрен кому. Он не может решать. Он уже существовал, работая в той же отрасли, созданной тем же человеком, но принадлежащей другой компании. Да, то есть, как бы он сам себе уже не принадлежал. Это прям вот как Dell, который совсем недавно у инвесторов наконец-то выкупил свой Dell Computers обратно. Ну вот, короче говоря, технологии. Он под себя уже сделал полностью, вот, но... И решил даже самого бывшего себя превзойти. Да, но ему сказали, чувак, у нас уже есть ассошиетс, мы тебя засудим. Ты не выюживайся с шугартом со своим. Все, ты не можешь ничего делать, ты наш. И он говорит, а тогда назовем Seagate Technology. И вот отсюда и пошло. Хотя я не знаю, как он это придумал, Seagate, но видимо с S, чтобы как шугарт начиналось. S как доллар, он объяснял всем сначала. Короче, ладно, гонка за емкостью скорости. И тут пошло, закрутилось. Seagate Technology начали делать же скачи. Сначала емкостью 5 мегабайт, по прикольчику. Продажи поперли, потому что просто видишь, его IBM-очи знают. Он крутой чувак. У него IBM-очи начали использовать его же скачи. Они поверили ему, да. И тут как во всех военных форматов, порнуху на них начали видимо издавать, просто и нормально. Конечно. В 81-м... Об этом здесь вряд ли будет сказано, но стопудово именно так. Но шугар точно надеялся, он сам распространял и записывал. В 85-м наступил переломный момент. Компания выпустила ST-412. Вы уже видите, что ST-а. Уже как сейчас, да. Да-да-да. Жесткий диск, вмещавший 10 метров, в котором для записи использовался метод RLL. Там есть, кстати, на Вики. Можете почитать, что за RLL. Метод прибавлял диску до 50% скорости передачи данных благодаря более плотной упаковке данных. То есть там вообще прям рядом все записывалось. Расшифровка RunLengthLimited. Хорошо. Кстати, на русском нет. Я не знаю, как это по-русски будет. Да и бог бы с ними, с ними русскими. Согласно. Опять же, доскоди сюда. Семейство персональных компьютеров PCXT, они вот там вот в монетире новые модели ПК получили 525 жесткие диски объемом от 10 или 20 мегабайт. Ну, то есть какие-то такие вот жескачи. В 1982-м Seagate захватила половину рынка. Окей. С продажами более 40 миллионов долларов США. Они заработали. И в 1984-м стало крупнейшим производителем, продав жестких дисков за 344 миллиона баксов. Слушай, я вот всегда подсознательно выбирал Seagate. А оказывается, это, ну, не подсознательно. Изначально у меня мама была главным бухгалтером в компании, которая торговала компьютерами. Причем эта компания сейчас переросла в челябинское отделение Никса. Нормально. Это тот же чувак, Андрей Семикопов, не помню по отчеству. И он нам всегда говорил брать Seagate. Еще в 90-е, в 1994-м первый компьютер появился. Western Digital, о котором дальше чуть-чуть одно слово будет, он был, наверное, для америкосов просто. А Seagate как бы для нас. Так тот тоже Seagate, Shugart. По сути, да. Ну, видишь, мне кажется, ну да, да. Я тут ничего не могу сказать. Тут, если бы я был в Western Digital, я тоже... Сейчас надо вернуться. Алан Шugart, это тот самый датский чувак, именно. Ну-ка. Просто, видишь, его IBM знали. Это, значит, тоже для америкосов. Тоже америкосы. То есть, как бы, тут вопрос, он чей? Если он европеец, то это все объясняет. Он просто на нашу половину мира работал. Да, ну, IBM с ним. Я думаю, что все-таки он был... Американский инженер-электронщик. Ну, все, да. Как бы... То есть... Лос-Анджелес, Калифорния. Вот, вот, да. Короче, ладно, допустим, война, ну, поперла там. Они просто... Это просто рынок. Должен быть конкурент. Если не будет конкурента, то как? Хорошо, есть Seagate. 82-й захватила половину рынка. Половину. Вот. В 86-й год компания произвела 200 тысяч дисков в месяц. Это до свидоса не штамповали. В 88-м отгрузила более 5 миллионов жестких дисков. В том числе благодаря успешным продажам Commodore 64PC. Это уже вот компы. Тут есть Чарли Чаплин, собственно, с этим компом. Я не знаю, это он или это пародия. Неважно. В 80-х годах... Я думаю, пародия. Пародия, пародия. В начале 80-х годов появился первый коммерчески успешный портативный компуктер. Osborne, видимо, в честь Ози Осборна. С флоппи-дисководами. Чуть позже появился компакт порт. А Осборн, когда худел, как раз тоже 11 килограмм весил. В припадках наркотических. Да, и, собственно, там вот, опять же, первый ноутбук. Тоже вот этот Commodore SX-64. Первый лэптоп. И все туда... Да, и все туда поперло. То есть, как бы, никто не игнорировал Seagate, они по полной работали, впахивали и делали шискачи для полмира. В 90-х устройства стали гораздо более легкими, компактными. Ну, там же пошли вот Neck Ultra Light, Apple PowerBook 100, IBM ThinkPad. До сих пор есть Lenovo ThinkPad, между прочим. Они поддерживают, да, ленивочку? Да. Она просто загибающаяся IBM. Компактными моделями... Компактным моделям было нужно подходящее по размеру устройство. И вот в 90-х Seagate предложили уже в два раза меньше. Получается 2,5-дюймовый жесткий диск, который мы все знаем. Который до сих пор используется в ноутбуке. Который хороший. Ну, да. В 92-м на арену вышли диски Barracuda. Вот именно Barracuda нам ставили с 94-го. Ну, это классика. Барракуду все знают. Если вы не знаете Barracuda, вам мало лет, скорее всего, очень. Да. Я сейчас сразу опять нужно вспомнить про песню Barracuda группы Hard. Которую я вам скидывал в чатик, пацанку, безликое говно какое-то. Хорошо. По мне легенда песня досвидоска Hotel California. Ну и, короче говоря, Barracuda это первые именно вот такие харды со шпинделем вращающимся. Со скоростью 7,200. Нет, я думаю, просто, да, был до этого шпиндель, просто не 7,200. То есть это Barracuda именно быстрая хрена. Да, да. Хотя Barracuda это рыба вообще-то. Ну, они, видишь, Seagate, у них все именно морское. Вау, в натуре. Ну, калифорниче. Согласен. Калифорниче. Их емкость составила 6,8 гигов, то есть это, в принципе, уже нормасик. Уже, в принципе, можно поставить, даже сейчас себе, не зазорно. Ну, я шучу, конечно, нельзя, но да. Но у меня один из первых жесткочей 80 гигов был. У меня 20 был тоже. Ну, я просто не помню, сколько было до 80. Вот. Окей, там дальше уже поперзли. Через 4 года спустя вышла новая линейка Cheetah. Cheetah. Это гепард по-английски. Cheetah. Уже еще быстрее, чем Barracuda. Вот. И правда, гепард самое быстрое животное в мире. 10 кассиков оборотов в минуту. 93-й. Всемирная паутина состояла из 130 сайтов, чтобы вы понимали. Ух ты. Seabate стала первой компанией, продавшей 50 миллионов жесткочей. Через пару лет США количество домохозяйств с одним компьютером или более превысило 36 миллионов. И здесь должны именно олдскульные такие показывать рекламы, где типа компьютер это лучшее устройство для вашего дома. Даже ваша мама использует компьютер IBM, там, ну, вот такой. Да, да. За 20 лет емкость жестких дисков увеличилась в тысячи раз. В 2005-м компьютер состоял на диск именно на 500 гигабайтный уже был. К марту 2012-го удалось добиться плотности записи в 1 терабит на квадратный дюйм. То есть там, ну, видимо, вообще очень мельчили до свидетельства. Но это приходилось делать. Не обошлись и без проблем. В 2009-м Barracuda вот в 7200.11 нашли ошибку, которая приводила к блокировке жесткого диска и невозможность получить доступ. Ты сталкивался вообще с такой темой. Первый раз слышу. Ну вот, невозможность получить доступ к данным без специального оборудования. И вижу, что чуваки на форумах там у друзей узнавали, как это вот разблокировать. Ну, классика. В чат-румах, наверное, уже даже были какие-то информации по поводу, как это все восстанавливать. В декабре 2014-го Seagate начала продавать 8-терабайтный для меня это все еще до хрена. У меня 1 терабайт стоит, и мне вот досвидос. 8-терабайтные жесткие диски. На одном магнитном диске внутри жесткача уместились 1,33 терика. То есть, ну, их там просто они бутербродом. Ну, 8 териков получалось. Благодаря технологии SMR, когда запись ведется очень близко друг к другу, практически без интервала между дорожками. Дальше твердотелыча. Кстати говоря, в 78-м откатываемся чуть-чуть назад. Откатываемся именно в твердотелые. То есть, понятно, что, ну, жесткачи были, окей, но в 78-м еще уже началось зарождение такой твердотелочек, когда все поняли, что, ну, недостаточно одной оперативки и т.д. и т.п., хочется как-то что-то другое поиметь. Ну, люди поняли, что полупроводники будут полюбас быстрее, чем механические жесткие диски. Если здесь не поспоришь. Да, они поняли, там, вот эти накопители работали со скоростью в 82-м они сделали Cray для суперкомпьютеров Cray-1 и Cray-2, а нет, Cray-XMP эти накопители работали со скоростью 100 мегабит в секунду и 320 мегабит, соответственно. Это как бы такая скорость себе, такая себе. Диски на флеш-памяти появились в 95-м году. Их представила израильская компания M-Systems. Окей. То есть, здесь абсолютно другие люди занимались разработками. Внезапно. Тут Шугарт еще вообще, он про другое думал. А он, потому что он же магнитный там пытался запатентовать. Ну, не он там. Ну, короче, он магниточ. Согласен. А в полупроводниках, как мы знаем, абсолютно другой физический процесс используется для хранения и передачи информации. И вот только в 2006-м Samsung-чи анонсировали первый в мире ноутбук с NAND-памятью вместо HDD. Вот тогда уже твердотелые накопители поперли. 32 гигабайта был первый SSD там. Слушай, вот никто... Космические 3700 долларов. стоил ноутбук. До свидос. Просто до свидос. Все думали, да нахрена, это все не пойдет, я уверен. Они думали, да зачем этот жесткий, да кто это будет покупать, да кому это... Не знаю, я, если честно, еще, по-моему, когда школу заканчивал, и только начались разговоры про SSD, я знал, что к этому все придет. Я вот смотрел в будущее и понимал, что недалек тот момент, когда я себе смогу позволить. В завтрашний день смотрел? Да. Хорошо. Короче, в общем, дальше мы не будем углубляться, поперло, короче, именно SSD-шники поперли. Seagate подключилась к производству SSD-шников, это уже под картиночками. Внимание. В 2007-м, который хочется вернуть. Да. Выпустив гибрид, то есть, видимо, там, как обычно, любят, любили именно делать, да, то есть, гибрид такой, жесткого. 32 гига твердотельный и 500 гигов жесткого. это как гибрид машины, то есть, она вроде как на электричестве, но с бензиком. Гибрид бульдога с носорогом, естественно. Через пару лет, от 2007-го, вышел первый SSD от компании Seagate, да. В 2016-м году, 10 лет спустя, как мушкетеры, Seagate анонсировала трех с половиной дюймовый SSD-шник емкостью 60 терриков. 60, мать твою, терриков. Это просто, я хрен знаю от 60 терриков, чуваки. А самое главное, что Seagate пошли дальше. В 2016-м, в марте, представили самый быстрый PCI-Express SSD в мире с пропускной способностью в 10 гигабайт в секунду. Ближайший конкурент от Samsung показал результат в 5,6 гигабайт в секунду. Тот накопитель, который купили мы, как раз от Samsung. Не на ту ставку сделали досвидос. Но Seagate, она не потребительская, просто не выпускает, я смотрел. Я просто хочу сказать. Это только для космоса, видимо. Согласен, потому что их не слышно и во флешках. Вот Seagate не слышно во флешках. Они прям, видимо, полный энтерпрайз. Они драли уже вот весь рынок ниже. Весь вендорный рынок для обычных людей их вообще не интересует. Зато, кто есть, вот дальше смотрим, слияние и поглощение, да? В 2006-м Seagate были богатеи, их Forbes выбрали. Выбор компании года. Это просто охренеть. Они потом прикупили конкурентов, начали подкупать. Вот MaxTor себе прикупили, Corporation, да? MaxTor до сделки была третьим в мире по величине производителям жестких дисков. Она была основана в 1908-м году. Ты смотри, Seagate купил Samsung HDD, оказывается. Да, и Seagate потом купили Samsung, причем дешевле, чем MaxTor, чтобы ты понимал. То есть MaxTor покруче были. Именно, это именно подразделение тех чуваков, которые делали жесткачи Samsung HDD. Да, да, я вижу, вижу. Да, в 2011-м Western Digital проснулись. В 2011-м у компании Western Digital Hitachi, Seagate. Я, между прочим, помню эту историю. Да, я тоже помню. И это, короче, возникли проблемы, что вы понимали, у всех чуваков производителей твердотелых, не твердотелых, твердотелых? Или всех вообще? Не-не-не, это именно же скачали. именно же скачали, Там магнитные диски, видимо, затопило. Короче, в Таиланде затопило нахрен за вода все, и огромная, просто скачок был цен на жесткие, я помню. И было прям вот, знаешь, жесткие было купить, как сейчас в Ведяху, правда, за 50 кусков, но не за 50 условий. Я помню, я прям помню, я конкретно в тот момент Виталик отдыхал в Таиланде, наш общий знакомый, и самое главное, что он сказал, что тут ни хрена не затопило, и именно там все чуваки скупали жесткие диски, и там их скупали по обычным ценам. И конкретно он говорил мне, что это все маркетинговый ход, что все, весь этот потоп придумали, просто чтобы цены задрать. Ну, в основе-то, но потом задрали все-таки, да? Ну, слушай, стопудово задрали, потом они реально упали обратно. Но так до конца непонятно, а был ли мальчик? Или этим мальчиком был Альберт Эйнштейн хотя бы? Ладно, мы пропустим, что там Seagate купили французов каких-то. Короче, крупнейшие на данный момент игроки на рынке HDD. Вестерн Диджитал больше 43-44%. Блин, ну мне Вестерн Диджитал почему-то более американская компания, хотя они одинаковые. Ну, название Вестерн Диджитал уже практически Texas Instruments. Да. Тошиба меньше всех. Они как бы... Корейшки, сраные. Чтобы вы понимали, да, чтобы вы понимали, америкосы, Вестерн Диджитал и Seagate, они по 40% примерно делят. Да. А остальные, вот эти там пятнашка-двадцашечка, на копейки Тошиба живет. Ну, конкретно Тошиба сейчас у них линейка жестких дисков HGS-тепом, потому что, по-моему, они Hitachi купили или кто-то из них кого-то купил. Вроде как, они вообще-то неплохие производители памяти. Конкретно полупроводниковой памяти они одни из топовых. Да. То есть, чуть ли не в айфонах тошибовские чипы памяти используются. Ну, в каких-то айфонах точно использовались. То есть, ну, реально, если ты выходишь уже на Enterprise, и тебе надо купить конкретно по объемам гигантское количество полупроводниковой памяти у тебя либо Samsung, либо Toshiba. То есть, все к корейцам сводится в тот момент. Да. В общем, вывод, конклюжен. А здесь есть некий вывод. Вот вообще, в принципе, мы погрузились в историю, да. Написано, что уже, конечно, есть все, и SSD-шники есть, и твердотелые накопители, все есть. Но, надо понимать, что все еще, все еще, Adron и Collider используют магнитную ленту. Вот, пацаны, ну, реально, хранят. Кроме них, совмещают облака с магнитными лентами NASA. Ну, если канал Discovery, по бреду, у них, видимо, свои дата-центры, аж охренеть. И магнитная лента гораздо более архаичный, на первый взгляд, инструмент для хранения данных. То есть, еще сколько же скачи будут использовать, если все еще магнитные ленты используют. Поэтому, вот такая история, не знаю, понравилось вам или нет, если понравилось, ставьте лайк, как обычно. Да. Палец вверх ставьте. Идем дальше. Светские новости продолжаются, спасибо за тему, интересно, мы сильно как-то подгрузились в нее. Да сейчас поржем. Так. Про тюрьму. Максим Агаджанов, а вообще нам это предложили? Это ты сам нашел? Сам. Видимо, сам. Сам, сам. Короче, на Geek Times еще одна тема про то, что заключенные тюрьмы США собрали компьютеры и вышли в интернет через тюремную сеть. И это забавно тем, что я просто пробегусь. Здесь не надо сильно вдаваться в подробности. Вообще, здесь сразу написано, что тюрьма это вообще такое место, где плохо тебе, где тебе не очень хорошо. Ну да, это тебе не пикник. Ни хрена тебе не пикник вообще. И, короче, там в основном нельзя пользоваться связью. В основном. Но пацаны в США, они умные. Я бы вот таких чуваков, на самом деле, но не то, чтобы выпустил сразу, но перевел в какую-то более умную. Хотя бы подвербовал, да-да-да. Вот. Но такие чуваки, короче, несколько чуваков как-то вот смогли, смогли. Короче, они, видимо, сисадмины были. Их, видимо, Возможно, это какие-то люди, которые торрент-трекерами заведовали до этого, или Даркнетом каким-нибудь, о котором тоже будет у нас там сегодня. Вот, да. В Огайо это все происходило. Они, сразу же, начну с конца, они выходили как бы просто из своих тюрем, именно из клеток, выходили, гуляли, и, видимо, заходили именно там, где информатику преподают, такой вот, короче, класс, и успевали оттуда взять части и проносить через КПП обратно. Гений. Патч-патч-корды воровали. Ну, договаривались или в жопу засовывали, тут как бы не объясняется. Возможно, и то, и другое. Да. Сначала договаривались, потом засовывали друг к другу. А потом пристрастились, да, и нормально было. Короче говоря, они по частям смогли собрать компуктер себе, и компуктер им пришлось спрятать где-то, но ты нигде его не спрячешь, ты его не спрячешь именно в камере, потому что нет смысла, нет доступа к интернету. Они его спрятали, так скажем, в потолке вот там вот именно где проходит линия инета. Им запитать надо было его еще. Они его там смогли запитать, что самое главное, спрятали. Знаешь, как глупо заметили, сисадмин тюремский, именно обычный сисадмин, приходящий. Смотрит, а 226-й эпичник занят. Смотрит, и реально... Мать-то, какого хрена, это свободный был мой специально для виртуалки. Кто-то что-то качает, он видит, что лишнее устройство, и он это понимает. У него еще там ошибка возникала, что у вас неподключенное дерьмо. То есть он просто спалил, что реально какой-то бред в сети происходит у него. Определенный лимит на трафик с какого-то момента стал превышаться по непонятной причине. И как бы... А у них все еще не без лимитка в тюрьме. А почему лимит на трафик? Потому что пацаны качали порно. Когда они у них вынули... А, то есть все-таки в этом закончилось. Конечно. Они вынули у них полностью банку. Они нашли это. Причем как нашли? Легко. Просто следовали вот так по сети. Ну, естественно, смотрели от коммутаторов откуда-куда идет как-то. Да, да. Витуха. Вытащили. Короче, вытащили. Полностью у них, возможно, Сегейтовский HDD-шник. Скорее всего. Барбара Куда. Возможно, Чита. Может быть, Western Digital. Ну, слушай, не дай бог. Короче, на нем в основном было порно. Но и были всякие нелегальное дерьмо. То есть они там Тор ставили. А это, кстати, нелегальное дерьмо. Они там ставили Тор. Они там пытались узнать, как делать наркотики, как делать взрывчатку и всякое такое дерьмо в кустарных условиях. То есть пацанов не изменить. Естественно. Они за это сели и этим же и продолжали заниматься. Дерьма не лечит вообще никак их. И, короче говоря, но в основном порнуха, конечно же. Порнуха. Пацанам, ну, действительно нечем заняться. Мне просто... Найдены и данные украденных кредитных карт, при помощи которых заключенные оплачивали доступ к различным сетевым ресурсам и заказывали себе товары. Они успевали... Заказывали. По-медведичью себе заказывали кроссовки сто под до. Ну, это охренеть, если честно. Им не с хрена проносили, ну, передачку несут как бы. Ну, как обычно. Сигареты, из них табак, главное. Вытащить весь. Конечно. А кроссовки можно заносить прям так, новые. Air Balance. Air Balance уже не знает ни хрена. Air Balance приду в 14.00 и Piperoni придет. Вот, да. Там еще фри этот... С двойным сыром. Фри дринг. И типсы еще оставлю, короче. Короче, ладно, это окей. Просто кроме того, что они, видишь, они умные. Они смогли собрать комп, подключить его в локалку. Короче, у них есть мозги. И кроме этого, они могли хакать кого-то. Они, видишь, карты кредитные воровали. Это не просто, которые за изнасилование сели чуваки или за мокруху. Нет, это какие-то умные чуваки. Реально. Короче, когда это все пронюхали, это пронюхали, их распределили в разные сразу тюрьмы, чтобы они только вместе не хакали ничего. Распределенно. Все. И они там сразу из Огайи, возможно, разъехались кто куда. Короче говоря, вот. И такой вот казус случился. Чувак, офицер, главный там начальник полиции, главный инспектор штата Рэндалл Мэйер сказал, что его очень удивила эта ситуация. Меня удивило не только, что заключенные смогли подключиться к компьютеру на сети, но и то, что они собрали компьютеры, понимаешь. Они-то думали, они тупорылые. Они их за людей не считали. У них получилось пронести системы несколько сотен метров без проверки сотрудниками тюрьмы, а точек досмотра было несколько. После чего они прокляли... Прокляли. А пронюхали. Ну, извините, я, например, вы слушали немецкую музыку. Они проникли в административную часть тюрьмы, сказал он. Они к коммутаторам, к серверам прям зашли. Ты понимаешь, они еще банки эти засунули туда, где меньше всего палят камеры. И там можно посидеть, видимо, легко уединиться и порно посмотреть. О, еее. Короче, господа, пишите, как вам эта тема. В принципе, достаточно интересно. Идем дальше. Вообще, самое главное, что главный инспектор штата это чувак, который пончики содержал. Сам-то он ни хрена не соберет. Ни компьютер, ничего. У него одна кнопка, только есть порнхаб. Он, тем более, не знает. Конечно. Он, если что, вызывает IT-гая, и тот ему все делает. Сам он ни хрена не знает. Но вообще, это, конечно, круто. Респектос чувакам просто свидос. Согласен. Возможно, это русские были. Хочется верить. Хорошо, идем дальше. Последняя тема из светских новостей. Как ловят преступников в дип-веб. Продолжаем на GeekTimes. Короче говоря, здесь такая, знаешь, у нас любят вот одну темку про вот биткоины, про тор, про майнить. Это, опять же, я нашел. Так что, видимо, это я люблю. Ты любишь, любишь, да. Но нам часто любят предлагать, и ты, видимо, их тешишь этим. Вот этой темкой. Ну, да. И здесь написано, освещается сразу два термина. Darknet и Deep Web для крутых пацанов. Так вот, чтобы вы понимали, Darknet, сразу забегая вперед, Darknet не надо путать... Судя, потому что это про 70-е, забегая все-таки назад. Забегая назад. Darknet не надо путать с Deep Web. Darknet — это очень старая тема. Еще в 70-х, да, это именно вот сложные системы, кодированные были такие, именно сети, имеется в виду, на которых все-таки доступ был не всем. Здесь ссылка на вики. Да, можете отчетнуть, что такое Darknet. А Deep Web — это как бы определение, так скажем, веб-страниц, то есть именно вот какого-то такого пространства, где веб-страницы не индексируются поисковыми машинами. И вот слияние Darknet с Deep Web дает нам вот сочетание этих двух технологий, даст нам еще один интернет, такой как бы нижний интернет, для доступа к которому нужны специальные программы. Мне каждый раз так дико завораживают, все-таки себя похоже, теши. Себя, да. В Elementor они очень часто прибегают к Darknet, именно Darknet у них фигурирует в терминах, про Deep Web не говорят, и они там всегда выходят на контрабандистов, ловят на живца, продают какие-нибудь картины украденные, все по тупнику покупаются, естественно, их вяжут сразу и до свидос. Я вам сразу хочу обратить внимание, что здесь первый же абзац после вот этих терминов, полицейские операции в Европе, и как бы у двоих продавцов в декабре 2015 года немецкие полицейские, я напоминаю, из Лейпцига конфисковали, и тут внимание, господа, сразу охрененные цифры, от которых у меня вот такие шары были огромные, я показываю, примерно так же, как и у них самих, поскольку они попробовали это все. Потому что крупную партию конфисковали в Лейпциге, партию наркотиков общим весом более 210 килограммов, это чтобы вы понимали, в оценку около 4,25 миллиона долларов США, скорее всего больше. Ну да, эксперты как бы оценили, половину уже взяли, забрали, на сегодняшний день это самая большая партия наркотиков, конфискованная у дилеров Дипвеб. Пацаны попались до свидоса, вот представляешь, как они попались? Если в Германии еще попались, то на порнухе, скорее всего. Если честно, сложно вот это все переварить, здесь везде написано, я буду немножко просто проходить по прикольчику, здесь везде написаны просто фейлы Дипвеба, как их арестовали в разных странах, в европейских конкретно, вот в Дании, в общем, везде в Европе. Следующий абзацик, он именно операция Гиперион, международная полицейская операция Гиперион. Гиперион, это, кстати говоря, ульта у Рейнера в Ходсе, неважно. С 22 октября по 28 октября 2016-го проходила масштабная полицейская облава, именно облава, которая получила название операция Гиперион. Уже после того, как вышел Ходс, так что, видимо, вдохновлялись. В ней принимали участие правоохранители США, Британии, ЕС, Канады, бла-бла-бла-бла. Забавно, как ты Австралию и Новой Зеландией назвал бла-бла-бла. Только в одной Швеции было идентифицировано и задержано 3000 покупателей наркотиков, 6 продавцов были арестованы и получили 10-летние тюремные сроки. Это все через дип-вебуху. Я сразу скажу для Роскомнадзора, что наш подкаст ни в коем случае не пропагандирует наркотики. Мы наоборот, мы против. Если бы мне сказали, чувак, а можешь как-то в Гиперионе поучаствовать? Я бы сказал, конечно, нет, но я бы ничего против его не имел. Идем дальше. Действия полицейских в Северной Америке. С твоего молчаливого согласия бы происходило операция Гипериод в тот момент. Короче, да, в Северной Америке тоже это происходило. Это все не так интересно. Дальше пойдем. Как именно ищут преступников дип-веба? Как, вот. Почему-то, кстати, я заметил, что в основном торгуют наркотой. То есть оружие как-то не так распространено. Да их, понимаешь, это не так звучит. Согласен, согласен. Стволы не так, как наркоту. Окей. Как именно ищут преступников дип-веба? Да это и не ликвидный товар. Наркотики каждому бомжу нужны. А стволы нахрена? А стволы можно просто в Америке купить легально. И пойти в школу, как говорится. Наркотики там тоже иногда можно легально, конечно, купить. Но не знаю. Но просто наркотики более ликвидный товар. Напоминаю, не пропагандируем ни в коем разе. Как именно ищут... Хороший, более нормальный товар. Как именно ищут преступников дип-веба? Господа, первое. И здесь очень круто. Первое. Томми, никакие машины не заменят наши с тобой старые добрые полицейские расследования. Это именно два старых с одышкой копа сидят. Точнее, один старый, один молодой. Да, и он ему как раз об этом рассказывает. И он, Ром, у него же простатит. У меня простатит. Знаешь, у меня все. У меня обвинома. От этих бесконечных облав в холоде. В холоде. В говне они в Форде сидят в огромном, здоровом, затонированном. Форд Таурус. Так вот, да. Трехлитровый, пяти. Как только следователи обнаружат активность, связанную с наркотиками в реальном мире, господа. Они заинтересуются тем, что делается онлайн. Хотя, возможно, чуваки с аденомой и простатой не понимают, как в онлайн там это происходит. Но, возможно, молодые, которым они это объясняют, все-таки говорят, слышь, ты Билли. Билли. Давай, ты дай мне порулить хотя бы полчаса. Я понимаю, что я твой партнер, мать твою. Мы уже прикрыли не одну задницу друг к другу. Да, да, да. Не одну толстую задницу. Наблюдение и тайные операции позволяет определить те точки, где встречается реальный виртуальный мир. Ну, конечно, если видно, что чувак пушер какой-то толкает, он где-то это взял, а он дипвеб. Сто пудово. Всегда это можно, опять же, элементари меня учат, именно меня. Санька говорит, всегда лучше выйти на крупную рыбу, чем сцапать мелкую рыбешку. Конечно. И надо по ниточке, по ниточке, как по патч-кордам дойти до системника с порнухой. Как бы. Например, арест Росса Ульбрихта. А я, например, слушали мою музыку здесь. В 2013 году произошел, когда он воспользовался общедоступной сетью Wi-Fi. Классические фейлы. Что совпало с появлением администратора Silk Road в виртуальном пространстве. Они спалили его. Изи. Второе. Получение данных с открытых веб-сайтов. Торговцы наркотиками используют свои глубоко законспирированные сайты только как магазины, занимаясь поиском клиентов в общедоступных сетях. Это делает дилеров намного более удобнее. Они просто вконтакте смотрят, о кого в интересах наркотики указаны. Деятельность. Да. Ну, в общем, да. Третье. Перехват почтовых отправлений. Просто элементарно палят какие-то подозрительные посылки. Что там пересылается. Потому что почта, это же не только почта, как мы привыкли видеть, как мистер постмен ходит. Нет. Это же какие-то грузовые перевозки. Это какие-то... Это просто можно открыть полицейские. Опять же, Билли, давай откроем. Отправление номер 5, 5, 6, 3, 8 выглядит слишком подозрительно. А какого хрена он перемотан радужным флагом? Твою мать и от него тащит марихуаны. Да-да, моя собака на него лает. Билли. Четвертое. Биг Дейта и самообучение машины. Ну, тут уже умные пацаны, тут уже не Билли, тут уже какие-то другие чуваки. Используя большие объемы данных Биг Дейту... Тут уже Шугарт. Тут Шугарт. Полицейские определяют связи, которые были бы... Было бы невозможно установить другими способами. Они просто видят, откуда больше... Просто движение видят сети. А куда? Чего двигается? Видно, что пацаны сильно устремили сейчас сигнал попер там в какой-то там... Ну, условно, с какого-то сайта прет трафло. Они видят колебания по Биг Дейте. Просто потому, что по статистике видно, что вот на этот сайт начали заходить сильно. Там наверняка какая-то странная. Понимаешь, хотя бы на Айпишник. То есть в Тори же все распределено. Конечно. И именно на какой-то узел прям вот долбятся вечером в 8 вечера. Когда как раз кладки все идут искать обычно. Да. И пятый пункт, это продолжение четвертого пункта. Денежные потоки. Видно, что биткоин попер, что бабло тратится, понимаешь? Тут конкретно обналичивание биткоинов в какие-то моменты попирает. И это когда в реальные доллары физически это все переводится. Это уже, кстати, страшный дерьмо. И тут понятно, что кто-то обналичился, значит, откуда-то что-то кто-то он продал там и так далее. И уже пора для Билли уже выезжать. И здесь на самом деле это вот лично, ну, не лично для меня, я ничего не знаю. Я нечего здесь смотреть, проходите мимо. Повод задуматься, что на самом деле не так-то все анонимно в этой жизни и не так-то все, как мы думаем, все тупые Билли и Дилли, Вилли. И Килли. А на самом деле походу все умные и надо реально быть осторожным. Тупые, знаешь кто? Тупые, вот шестой пункт, работа под прикрытием. А под прикрытием легко работать, потому что нередко полицейские агенты входят в доверие к администраторам запрещенных сайтов. Через постели нужно заходить. Скорее всего они зарегистрируются как они, что это Джулия очередная. Да, или Снежанная 777. А также изображают продавцов. То есть в черных толстовках выходят и в капюшонах. Розничные. По элементаре, короче. Я стал покупать. Нас учат реальным вещам, походу, там. Меня, меня точно. Ну и седьмое, взлом. Просто элементарно чуваки взламывают их базы, в смысле базы наркоторговцев, условно. ФБРовцы это умеют, у них крутые специалисты. Скорее всего это одни и те же специалисты, которые держат это. Они знают, как себя взломать. Вот. Поэтому вот такое. Такая интересная статья, интересная история. Я даже не знаю, здесь нужно ли что-то наши выводы какие-то сказать. Выводы то, что не так-то нас, как Слава Абрамов думает, быстро машины заменят. Старые добрые Билли и Томми, они все-таки, они решают. Потому что всегда, если где-то умало, то где-то должно прибыть, мать твою. Вот. Да, согласен. Этот закон, он действует даже в дипвебе и даркнете. Не путать их нужно. А теперь мы поговорим. Мы не поговорим, мы прервемся. Ни хрена себе. Давай прервемся. Мелкий, короткий перерывчик. Буквально биопауза, как мы это называли в онлайновых РПГ. Билли, у меня мучает простатит, мне надо в туалет, да, выйду пассу. Вот да. Короче говоря, увидимся уже после перерыва, после того, как вы тоже пассыте. Погнали. На то и погнали. Кроме шуток, уже гоним. Знаешь, куда гоним? Гоним в отличные... В отличный раздел нашего отличного сайта youwebdesign.ru slash smarttape. Да, и я считаю, что, кстати говоря, это даже хорошо, что вот наша вот эта вот речь партнерская, smarttape, она всегда идет в хорошем разделе про разработку. То есть, мы как бы самое лучшее место отвели именно для этого хостинга. Как все лучшее детям, так все лучшее хостингу. Да, вот этот хостинг smarttape, smarttape.ru или youwebdesign.ru slash smarttape, если хотите нас поддержать. Да, обязательно поддержите нас, попробуйте гениальный хостинг, безлимитный хостинг 2.0, настолько быстрый вместе с PHP 7.1.1, что вы прям моргнуть не успеете так быстро, как он там работает. Пёрнуть не успеете. Конечно, там Seagate, возможно, жесткие диски. А вдруг Western Digital, а? О-о-о, а если это шиба? О-о-о-о. Ладно, короче. Слушай, ну нет, мы же решили, что на наш рынок Seagate всё-таки работает. Согласен. Но зато не самое главное, что оно работает охрененно. Да, на самом деле, вы не должны задумываться, какие там жесткие диски. It just works по Филу Шиллеру. Да. Ладно, перейдём к PHP говно, у меня написано в слайке. Звуки Вуки нам предложил эту тему. Очень струнный никнейм. Да, мне должно быть. Немного о PHP. И PHP равно shit. А у нас, слушай, это же тема про JavaScript. Ну, это я её так громко назвал, чтобы люди заинтересовались. А на самом деле так. Ну нет, и там на самом деле полное сравнение с JavaScript. Ну давай. Так вот, причём здесь именно $PHP равно дерьмо, что показывает нам синтаксис PHP. Переменной PHP присваиваем дерьмо. Хорошо. И автор Саймон Юсуфов. Угу. Зачем ты такую паузу сделал, как будто это мой знакомый. Ну, на Юсуф Боргер похоже. Или как там его? На Асав Боргер. Асав, ну вот почти, да. И он нам говорит о том, что все же, говорит, знают, что PHP это мёртвый язык программирования. И его 22-летняя экосистема, она на самом деле абсолютно бесполезна. Особенно теперь, когда у нас появилась нода и суперкрутые новые асинхронные фреймворки. Сейчас все-таки ты слышь, ты чё там базаришь? Где беспредел, спрашивают наши подписчики в этот момент. И он говорит, что превосходство ноды, оно настолько очевидно, что все знают, что однопоточные программы, они просто по умолчанию лучше асинхронные. Просто быстрее, сильнее и вообще. Ну да. Но Саймон, почему спрашиваем его мы? Симон, возможно. Ну, это я так. Да, возможно Симон, судя по бровям его и черным волосам твердым, жестким. А вы, наверное, сейчас прямо на свой макбук орете. Так вот почему. А вот он еще шутит, что у нас макбук. Он, да. Или он видит. Слушай, возможно, он нас взломал уже, как полиция. Да, да. Мы же через Дарк Веб обещаем обязательно к нему заходим. Ну-ка давай, жесткие волосы. Job Prospects. Если мы посмотрим объявления о работе, PHP-девелоперы, они же вообще, говорят, не в тренде. После 22 лет все компании, которые использовали PHP, внезапно просто все сменили же на ноду, как только вышла нода 001. Мы уже видим немножечко сарказма, да, в его словах? В словах Симона. Ну, пока не сильно, но уже начинает. Да, потому что это же прям сразу же автоматически самая лучшая среда для разработки. Он говорит, тем более, что все же знают, что если хотите быть успешным стартапом, не таким, как сраный Slack, Slack, простите, обязательно нужно делать на ноде, особенно, чтобы на MongoDB база данных крутилась. И вот невозможно же быть успешным в противном случае вообще никак. И вот, говорит, немножечко науки, чтобы, так сказать, подкрепить это все. JavaScript. Количество работ и cool factor. 150-150. Caball. 50 работ, 25 cool factor. Erlang. Работ крайне мало, порядка 15, и cool factor больше, чем JavaScript, 155. У PHP оба фактора где-то внизу. И dollar caption написано, ну, надпись на табличке. Разработчики на PHP не могут найти работу даже для того, чтобы прокормить собственную семью. Мне просто очень интересно, какой у Caball cool factor, нахрен. Ну, допустим. какой-то есть. Прохладный фактор. Да. Экосистема языка. Вся просто вот экосистема вокруг PHP, это как минимум уже этого одного фактора, достаточно для того, чтобы его не использовать. Ну, он сразу, по-моему, сразу видно, что, Степ. Ну, думаю, да. И это же, говорит, удачно, да, что в PHP уже много сделали фреймворков, которые хорошо поддерживаемы, которые достаточно много фичами наполнены и так далее. И вот сраный ларавель, например, похожий на рельсы. Или такие фреймворки, как Symfony и Zend. Вот не то, что в ноде, да? Там же вот надо же, что, прежде чем ты найдешь фреймворк, который никто не хейтит, ты примешь решение, просто написать собственный. А написав собственный, только написав свой собственный, разработчик может действительно отделить себя от соревнования по переизобретению колеса. Ведь только это и имеет значение. Ну, пацан с бровями, это шутит, смотри. Ну, да, он прям именно шутит. Здесь трейдмарк, он вводит несколько торговых марок, что, ведь практика также удваивает работу для разработчика. Особенно как выглядят, как мы это видим в научных объявлениях о работе, scientific трейдмарк. И это же очень научные у нас там эти данные, как он говорит, это же прям вот стопудово. Так просто, там даже самое дупое, что вот эта вот статистика, так называемая, она очень смешно, там какие-то 150, какие-то цифры очень смешные. Абсолютно не подписаны, в чем это измеряется, 150 чего? Табуреток, как любили объяснять у нас на физике, и на математике, что такое натуральные числа? Те, которые можно выразить в коровах или в табуретках, не можешь 0,5 коровы быть? Система хотя люди, у которых я покупаю мясо на рынке, им по полтуше они делят, поэтому они-то понимают, что такое 0,5 коровы, все-таки это хрень реальная. А потом ее рубить на табурет. Но натуральным это уже, конечно, не назовешь. Ну ладно, окей, что там дальше нам именно Бровыч говорит, а я вот Бровыч дальше буду называть. Бровыч говорит, что это также утраивает cool factor у разработчика, как я пишу собственный фреймворк. И здесь, естественно, посмотри, какая экозистема у ноды. Количество фреймворков в миллионах. Порядка 85 у PHP около нуля там где-то это. Очевидно же, что нода, потому что надписные таблички чем больше фреймворков, тем лучше. Дальше идет разбивка по времени. Настоящий уровень продуктивности разработчика можно использовать только так, как он проводит время. И посмотрите, PHP разработчики тратят свое сраное время на то, чтобы реально писать код, функциональные приложения, вместо того, чтобы культивировать свой goal-фактор и собирать звездочки на гитхабе. Это же действительно на полном серьезе негативно отражается на них, потому что ты не можешь применить свою работу в стартапе и непродуктивно использовать время. Все мы знаем, что звездочки на гитхабе единственный количественный фактор, которым можно измерить скилл разработчика. И невозможность... Невозможность PHP разработчиков сделать какое-то вложение в общество, то есть в гитхаб, оно на самом деле внизу показано. Что же делают PHP разработчики? 73% бывают продуктивные, 25% слушают, как люди жалуются на PHP. Кроме этого, маленький процент времени установка непосредственно пакетов и разворачивание собственного билд-процесса. Время, которое тратят разработчики джаваскрипта. 60% жаловаться на PHP, 20% сетап билд-процесс, еще 20% говорить везде о том, что у них есть новый фреймворк на React. Отлично. Надпись на табличке слушаем жалобы. Слушать жалобы на самом деле менее продуктивно, чем жаловаться. Это факт. Лучше жаловаться. Здесь почему-то очень смешно. Топ-хайлайт это пробельчик между A и PHP. Что-то тут полностью какой-то прикол. Тут просто троллинг, да, троллинг троллинга уже. Вещи, которые вы не можете делать как PHP-разработчик. Легитимизировать асинхронное программирование. Так. Вы не можете становиться консистентом и разворачивать функции вокруг стандартных просто с другими параметрами. Ну, то есть делать дерьмо. Вы не сможете написать собственный React to do MVC приложение. Вы не можете рендерить на сервере то, что должно быть отрендерено в браузере. Не можете создать собственные прорехи в памяти, утечки памяти. Не можете придавать какое-то значение white space, то есть пустому пространству. Ну и так далее. Вы также не можете решить проблему мирового голода. Вы также не можете программировать на JavaScript. И так же не можете я не знаю вот это последнее не понял. Почему не можете говорить людям, что вы PHP разработчик? Видимо, стыдно. Да, да. Согласен. PHP как инструмент для бизнеса. Все мы знаем, что PHP полное говно и они не могут ни одни бизнес-приложения поддерживать. Вот список провальных компаний абсолютно, которые используют PHP по сравнению с Node.js. Сраный Facebook, Cloudflare, Википедия, Flickr, Tesla, Slack. Все это почему? Почему? А, все, понял. Я хотел сказать, почему у Cloudflare именно эти не зачеркнуты. Просто это по центру логотип, это весь такой логотип. А у Node такие люди, как Microsoft, Comcast, Time Warner Cable, Monsanto, Enron, Blackwater. Возможно, это американский стеб, но то, что все это хреново работает. Да, наверняка это троллинг того, что Microsoft делает дерьмовую винду, ну вот это все. Ну или сайт у них беспонтовый. Хотя, слушай, Microsoft там, ну ладно, окей. У них типа уже должно быть, но да. И, говорит, в принципе, каждый разработчик знает, что самый быстрый, самый эффективный способ сделать, чтобы что-нибудь достичь, это просто дохрена жаловаться и начинать каждый раз заново. И рынок ведь всегда подождет, пока ваш стартап заново начнет построить свой собственный фреймворк и так далее. Тем более, нахрена вообще делать какую-то работу и надеяться на то, что в языке уже все есть, если мы можем все просто переписать сами. Отлично. Троллинг, троллинг. А мы в FUZ, это их компания, работаем с разными языками программирования, в скобках особенно с PHP. Также любим open source. Посмотрите на наш GitHub. Ну, здесь как бы так. Чувак хорошо очень съехал. Симон. Ну, нормасик, нормасик. Я лайк поставил прямо от души. Мне повеселила эта статья. На самом деле, не забывайте, чуваки, что главное это быть просто продуктивным, хорошим разработчиком. Нет смысла передрачивать на собственный workflow, если единственное, чем вы занимаетесь, это настраивать этот workflow. Вот такая у нас коротенькая разработка была в этот раз. Но зато классная. Если честно, я бы первую заглавную тему все-таки больше к разработке отнес. Ее мы минут 35-40 разбирали, поэтому, в принципе, нормальная у нас разработка в этот раз. Мы переходим к научпопу. Научпопу. И здесь первое, первое, опять же, я напоминаю вам, что все было рассмотрено мной под влиянием немецкой музыки, которая играла. Так, даже Mail.Ru Group. Даже с Geek Times, снова продолжаем, а у меня сегодня все с Geek Times, никогда не спят старейшие действующие устройства. И здесь, я не знаю, как это сделать поудобоваримее, так скажем. В общем, в статье рассмотрены старые устройства, которые работают уже хренову тучу лет. Так. И мы сразу перейдем к ним. То есть здесь, ну, такая небольшая прелюдия есть, интерлюдия, где написано, что, знаете, древние устройства, кому, как не древним устройством, иметь душу. Вот на самом деле. Это мой любимый постулат, что у всего вот этого старинного и старого в принципе есть душа. Да. И вот кому, как не старым устройством. И здесь вот описано несколько очень классных старых устройств. Например, столетняя лампочка. Сразу идем, видим. Мы сразу видим, что здесь вот изображена столетняя лампочка. Она действительно очень такая стимпанковая. И на нее направлены камеры. А почему на нее направлены камеры? Потому что эта хреновина светит уже 116 лет. Я слышал про это. Чуть ли не в какой-то энциклопедии еще в детстве видел. Непрерывно. И она, ну, несколько раз, да, выключалась. Видимо, чтобы заменить ее просто. Смешно. Ну, короче говоря, кстати, надо сказать, что эта лампочка сейчас светит, ни хрена не освещая, потому что она всего светит на 4 ватта. Вообще-то она на 30 ватт должна светить. То есть она уже деградировала немножечко? Как здесь написано, лампы сейчас освещают только саму себя. Вот. И, кстати, у нее есть официальный сайт по прикольчику, на который можно зайти, ну, не практически, но в реалтайме, но в таком. Посмотреть, что происходит. Давай дальше пойдем. Обратите внимание, что 8 раз толще нить углеродная. Дальше пойдем, как ты говоришь, не будем вникать. Я вникну чуть-чуть. Ну, давай, углеродчик. Да, толще нити накалит современных ламп и использована по эскизам Адольфа Шайе. Опять же, все-таки немецкая музыка. И это был конкурент Томаса Эдисона. То есть, это не та лампочка, чей стандарт, так сказать, использован. Не победил, чувак. А она в Калифорнии. Представь, как-то не вяжется. Все абсолютно. Ну, ладно, идем дальше. Да. Второй пункт. Батарейка, работающая с 1840-го. И без прикольчиков, 175 лет, пашет батареечка. Там под колпаком, под куполом таким находятся две хреновинки. Ой-ой-ой-ой. Батарейка. Да, там находится батареечка, которая питает звоночечки, которые звенят. Но они так звенят, что это не слышно, потому что он под куполом. Но тем не менее, есть небольшое там движение, и можно увидеть. Вот такие батарейки, которые уже хрен знают, сколько работают. Не так интересно, соглашусь, не так визуально прикольно. Идем дальше. Часы Беверли. Слышь ты, не так ему интересно. Часы Беверли отсчитывают минуты с тысячи. Берриморщих часы. Берриморщих часы. С 1864 года. Раз уж речь зашла про эксперименты, то вспомним и другой продолжительный научный опыт, связанный с работой механизма часы Беверли в университете Оттаго в Даниде, Новая Зеландия. Там рядом хоббиты бегают. Продолжают тикать с 1864 по сей день. Механизм, созданный часовщиком Артуром Беверли, как вы могли догадаться, приводится в движение за счет колебаний температуры, кстати. Это практически вечный двигатель. Окружающей среды изменения атмосферного давления. Колебания температуры наиболее важны для функционирования часов, так как они останавливаются, если в течение дня температура изменилась меньше, чем на 6 градусов. Ну вот такая тема. Даже не буду, опять же, углубляться. Пойдем дальше. Старейшие действующие компьютеры. Вот это уже интереснее. Вот это интереснее. Вот это ближе к делу. Смотри, сервер от Stratus Technologies работает 24 года подряд под управлением операционной системы и uptime, чтобы ты понимал, 100%. 100% полностью не выключался вообще. Сервер никогда не отключался, ни разу на нем не было сбоя. Последний раз там система обновлялась в 2000-х годах еще. Блин, это круто. Я думаю, что что-то подобное мы видим у SmartApe. Я уверен, я просто уверен, что там просто какая-нибудь досвидос Ubuntu стоит. Ну да, наверняка, что-то Unix. Там ничего нету вообще на нем. По сути. Может быть, это просто банка, которая работает и ничего не сервера. FTP сервер какой-нибудь. Да я не знаю, ну мало ли. Мы зря наговариваем. Может, там Microsoft сервер. 12R2. Да. Многие элементы этой отказы от устойчивой системы продублированы. Со временем некоторые из них заменили, но сохранность оригинальной структуры составляет примерно 80%. То есть ассис-админы могут кайфануть. Представляешь, ты можешь 24 года потратить, ничего не делать и не работать, но получать зарплату. Вот. Идем дальше. Смотрим. Более 30 лет в школьном округе Grand Rapids работает компьютер Commodore Amiga. Опять это Commodore, слушай. Смотри, флопник есть у него. Купленный в 80-х. Commodore Amiga контролировал и продолжает контролировать системы отопления и кондиционирования воздуха в 19 школах. Эй, Amiga! Ты понимаешь, что... Притормози Гринга сразу хочется вспомнить. Ты понимаешь, что это хреновина работает до хрена лет и она что-то еще там контролирует систему отопления. То есть работает, не трогай. Девиз работает. 100%. Компьютер, оснащенный модемом с пропускной способностью 1200 бит в секунду работает с программом Поражает воображением. Написанным еще в 80-х годах учеником средней школы. Он, возможно, сейчас гений какой-нибудь. Который до сих пор живет в этом районе и поддерживает систему в течение последних 30 лет. Он что-то одним только и занимается. Я напоминаю, не делает ничего 30 лет. Приблотнился. Согласен. Что здесь еще можно сказать? Ну, вот, честно говоря, описано много всех компов, которые работают. Вот компьютер ВИЧ, например. В 73-м. А, нет. ВИЧ, как ведьма. ВИЧ, как ведьма. АС, как доллар, естественно. Да. В 57-м. Да ладно, пошли вы, короче. Это неинтересная тема. Ну, ВИЧ и ВИЧ. Очень простой компьютер, который считывает данные из перфоленты, бла-бла-бла. Ну, классная тема, интересная, Сань, выбрал. Давай так. Компьютер использует десятичную, а не двоичную систему исчисления. Хорошо. По факту, это что-то уникальное, потому что память там создана на основе декатронов. Это большие вакуумные трубки, используемые для хранения численных значений именно в десятичной системе. Да. Сегодня день рождения у Хайдена Кристенсена. Да? Да. Отлично. Самая долгоживущая солнечная батарея, господа и дамы. В 2010-м году в Великобритании обнаружили солнечную батарею, которая пролежала в коробке, в коробке шестьдесят лет. И оказалось, что она все еще работает. Слушай, у меня так многие какие-то прикольчики. Я вот когда старые игрушки разбирал свои, там что-то все еще работало. Может быть, надо было... Так они у тебя деревянные, прибитые в полубы перед этим, понимаешь? Чего они работают-то? Может быть, надо было отдать куда-нибудь в Великобритании. Возможно, в наш музей, в который мы с тобой еще неоднократно сходим, я уверен. Согласен. На самом деле, в давности технологии, которые мы привыкли ассоциировать с двадцать первым веком, нет ничего удивительного. В восемьдесят третьем году, в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году, Чарльз Фридс, под влиянием немецкого, опять же, да, покрыл кремниевый полупроводник очень тонким слоем золота и получил солнечную батарею, КПД которой составил не более одной процента. Российский физик Александр Столетов, практически пистолетов, развил эту концепцию в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году, построил первую солнечную ячейку, основанную на внешнем фотоэлектрическом эффекте. А какое старейшее действующее устройство есть у вас? Вау, я так люблю интерактив вот этот. Вот я сегодня, мало кто знает, я сегодня преподавал у студентов, у студентов, и я вот тоже всю свою пару почти построил на диалоге, на здоровом таком. Я узнавал у людей вообще, чем они живут, чем дышат, чем пукают. И мне вот прям это реально нравится. Это настраивает людей на твой лад, и то, что ты им в перерывах между этими вопросами, и когда ты им даешь слово, им это сразу нравится, они увеличивают вовлечение эмпатии, если угодно. КПД. Да, КПД, возможно, как у солнечных батарей. Я их покрывал тонким слоем золота, когда спрашивал. Так вот, и вот я тоже их спрашивал, с чего началось вообще у них знакомство с компьютерной техникой, с информатикой, с программированием и так далее. Так вот, какое-нибудь старейшее действующее устройство есть у тебя? Мне прям вот нравится, когда нам задают такие вопросы, Mail.ru гений. Я сейчас сразу отвечу не серьезно, первый мой ответ будет не серьезный, потому что я еще не подумал на серьезном. Самое старейшее действующее устройство есть у меня, это аккаунт Mail.ru. Вот. Уже неплохо. Видимо, именно поэтому они написали статью, потому что Mail.ru это одно из самых старейших действующих устройств. Электронная записная книжка у тебя все еще функционирует? Я не уверен, что... Которую в школе еще покупали. Она у меня есть, она лежит, и в ней такие плоские, круглые батарейки, такие с хорошим диаметром, большим, две батарейки надо вставить, но я не уверен, что она все еще работает. Мне кажется, там какое-то дерьмо пролил на нее, или протекла. Когда последний раз я свою находил и тыркал, там почему-то дисплей шел, ну короче говоря, там не все буковки пропечатывались, или с кодировками какие-то проблемы. Он деградировал. Да, да. Как и мы с тобой. Хотя я вот... Ну это, да, это даже не обсуждается. Это не реклама. Вообще, вообще, конкретно... Давай, пожалуйста. Видак у меня, наверное, самое старое, что у меня есть, именно видеомагнитофон. А у меня видеокассеты все еще. У меня зачем-то хранятся видеокассеты, если у меня видака уже нет? Что делать? Ко мне прийти посмотреть. У тебя есть видак? У меня есть видак. Сделан специально, чтобы если что, отцифровывать что-нибудь кому-нибудь за бабки. У тебя диски хранятся? Я могу, если что у тебя за бабки отцифровать. Это уже реклама, чуваки. Отправляйте мне видеокассеты, я вам mp3-файлы отошлю с них. Да, а диски у тебя есть? Ну есть. Еще хранишь диски? Любимые игры изначально... Не Blu-ray? Нет, да. Именно CD-диски и DVD. У меня есть игры там с такими играми, как Первая Готика, Третьи Герои. У меня батин шансон есть по 100 песен mp3-шек. Надо тебе принести. Отцифровать. Ладно, окей. Отцифровать, цифровое. Но вообще, мне вот интересно, кто-нибудь реально приставки свои сохранил? Игровые консоли из 90-х. Блин, вот это интересно. Еще и работает. Но есть такие задроты, я знаю. Просто вот я свою безжалостно продал в какой-то момент. Я выкинул, мне кажется, потому что сломалось и все сгорело. Ну вот, да. А я-то именно продавал с набором картриджей полным. У меня он достаточно большой был. И на остатки компьютера покупал. Я не уверен. Я сейчас расскажу историю. Не знаю, где я ее рассказывал. На стриме, по-моему, не рассказывал. Где-то я ее, короче говоря, освещал. Там же был, помнишь, футбол классический на Дендике? Самый первый. Ну, знаю. Там сбоку еще они вот так бегут. Да-да-да-да. Не тот футбол, в котором такой какой-то японский футбол, где можно драться в футболе. Обычный футбол. Представим себе, что это FIFA, какая-то 95-я шла. Ну-ну-ну-ну-ну. Очень старый футбол. Так. Я играл там матч финальный какой-то там, какая-нибудь Россия, как обычно за Россию против Британии. Играл по прикольчику. Ну, бредовая там абсолютно связка. Может быть, Россия против Китая была там. Ну, они не понимают же, что делают. Они просто тебя рандомом выкидывают. Там какой-то бред. Короче, сбоку вот так бегут чуваки. Я сидел на стуле, у меня все еще этот стул. Я все еще на нем сижу сейчас, в данный момент. Вот, так это и есть самое старейшее действующее устройство. Это моя жопа, это старейшее действующее устройство. Короче говоря, этот стул, и на нем, чтобы вы понимали, ножичка такая, она как бы идет параллельно, полугоризонтально. То есть, если его опрокинуть лежа на спинку, то эта ножка начинает смотреть вверх. Она не как обычные ножки смотрит параллельно полу, она начинает вверх смотреть, реально. Так вот, я когда играл этот матч, я сильно расчувствовался, да, я расчувствовался сильно, ну, финал досвидался, я просрал там. Он мне последний гол забивает китайцы, казны России. Китай, Россия, нереальное дерьмо. Падает стул, я это не вижу абсолютно. Я со всей силы, как бы, абсолютно не чувствую, что нет подо мной стула. Сажусь на вот эту вот ножку, да, и как бы, хорошо, что оно попало не посередине булок, а именно по одной из булок она отпечаталась. Мне, возможно, до сих пор шурам. Форме России, Китая. Как клеймо квадратное. Вот. Вот такая. Я слышал еще в институте эту историю, да, согласен, это круто. Ну вот, ладно, господа, расслабились, что идем дальше, да? Напишите в комментариях, какие у вас старейшие действующие устройства. Тряхните стариной у нас в комментариях, я прям вот даже согласен. Скажу это именно так, а мы идем дальше. Да. Следующая статья, постараюсь ее как-то осветить вам, не знаю даже как. Светом осветили. Да, чтобы вам было просто просветление на вас. Филипп Терехов, Лозга. Если бы космонавтики не было, написал он, вот эту катульку классический синий на Гиг Таймсе. Короче говоря, он поразмышлял по прикольчику. Говорит, вот тут день космонавтики давеча был, а что если мы подумаем, что если бы космонавтики вообще не было? Вот просто представим себе. Постановка задачи. Не появилась космонавтика в 20 веке. Все, забыли про нее. Что будет, если было бы так? Альтернативная реальность. Что бы было? Короче говоря, частоты. Он сразу начинает, что вот короче самая звонкая из частот, вот эти длинные волны, распространяются по поверхности и способны обогнуть земной шар. Средние волны, короче, способны огибать землю и отражаться от ионосферы. Короткие волны, отражаются от ионосферы с небольшими потерями. Это он просто описывает. Здесь есть картинка, на самом деле, которая это демонстрирует. Да. Короче говоря, как я сейчас понимаю, космическая хреновина какая-нибудь, она передает эти волны дальше. Спутники эти хреновины называются. Да. Вот. Ну, спутник условно, да, передает. Перенесся сильно в параллельную реальность. Ну, короче, какая. Я просто, да, чтобы забыть совсем. Сейчас передают спутники вот этих вышек, которые есть, и там вышки эти, они уже деградировали, опять же, как мы с тобой. Они в антенну уже превратились. Да, и их очень мало, потому что они нахрен не нужны, потому что спутники могут передавать эти волны. Но, если бы не было спутников, космонавтики не существовало в альтернативной реальности. Их бы вот так покасательно пришлось футболить. Пришлось бы на ки... Причем он говорит, что чем выше, естественно, хреновина эта вышка, она лучше перейдет на большее расстояние, соответственно. Ну, очевидно, да. Но это было бы дорого, и оно бы просто не окупалось. Проще было бы ставить коротенькие. Ну, не коротенькие, а такие средней высоты. И, соответственно, у нас бы вся земля была бы испещрена вот этими станциями. Антеннами, да. Антеннами. И это выглядело бы страшно, согласитесь. То есть, был бы такой ежик. Идем дальше. То есть, первый вывод, первый вывод, он здесь есть. Вывод. Космонавтика сильно облегчает связь между людьми и уменьшает... Людьмы. И уменьшает цифровое неравенство. Вот это телевышка. И вы телевышек бы понатыкали. Следующее. Ни встречен, ни найден. И здесь про GPS-ки. Что сейчас у нас есть всякий глонасс, GPS, вот эта вся шняга. Но если бы у нас не было, опять же, спутников, космоса бы не было, мы бы не летали туда, то пришлось бы строить вот эти вот системы, просто станция, условно, которая GPS-ку отдает, принимает, смотрит. И в глухих районах, естественно, ты бы вообще ни хрена не знал. Ты бы просто, вот если у тебя уехать в деревню, ты вообще не понимаешь, где ты находишься. Более защищенная, чем Dark Web стала, Dark Net. Да, можно было бы там хоть что-то творить и скрываться там, опять же, от властей. Но есть космос, и как бы нет. Идем дальше. Выпали парню 3000 верст тайги. Это просто название красивое. Здесь про чувака, который там исследовал Северный полюс, бла-бла-бла, Арктика. И, короче говоря, здесь про что? А, про то, что прогноз погоды. Короче, чувак исследовал просто там погоду, там, в общем, климат. Очень хороу, в Северном полюсе. Климакс. Да. Короче говоря, это легко сейчас сделать с помощью космоса, а прежде космонавтики, спутников. Просто отслеживать, какая где метеорологические данные. Но если бы такого не было, то нам бы пришлось бы хрен знает, как ориентироваться. Да, опять же, была бы нужна, если бы не спутники, сеть метеорологических станций, но максимально возможности ежик, напоминаю. Да, ежики, напоминаю. У нас бы вообще страшная бы земля была, из дерьма состояла. Дальше, следующее. Космонавтика делает мир более открытым. Ну просто, что у нас летают штуки там, условно штуки, я напоминаю, у нас летают спутники, которые следуют по всякому землю. Ну банально фотографируют и понимают, где Шамбала, город богов Гималаях спрятан. Не понимают. Все еще. Кстати, да. Что-то, ну там больше, там горами именно закрыто, ну все, ладно, давай. Все это уже. Ага. До сих пор, напоминаю, есть неизведанные уголки еще все еще. Последний. С неведомыми зверушками. Все еще открывают новых млекопитающих. Последнее. Космонавтика дает нам уникальные знания. Ну естественно, телескоп Хаббл, вот эта вся шняга. Можно исследовать, летать, смотреть, как там на Марсе, на Венере, на Хринере, на Сатурне, что кого. Опять же, тропист, про который мы часто любим говорить. При желании, можно было бы даже верить, что с противоположной стороны от Солнца находится вторая Земля, потому что там расположена точка Лагранжа Л3. Идея о том, что там может что-то быть, была когда-то довольно популярной. И в конце Катулька Синий нас поздравляет с Днем Космонавтики. Филипп, спасибо. Тебя тоже с прошедшим. Мы неделю назад еще наших подписчиков поздравили. Вас всех еще раз с Днем Космонавтики. Да. А мы двигаемся дальше. Темы слушателей. Раздел тем слушателей. И здесь у нас буквально три темы такие интересненькие. Мы сейчас быстренько их посмотрим. Первая тема от Андрея Ники. Он говорит, если в Google Maps выбрать... Мы продолжаем про космонавтику. Если в Google Maps... Я думаю, что Андрей Ники именно так и говорит. Если в Google Maps выбрать планету Марс, то можно наткнуться на изображение базы Google, а также из галереи фотографий можно увидеть, как выглядит внутри помещение. Вот ссыль на карту. Интересно, что скажете. Понимаешь, в чем дело? Когда я открываю эту хреновину, а он придал ссылочку... Я думаю, придал. Придал. Вращение на детородном органе. У меня такое чувство, что эта база, отвлекаясь от того, что это сраная фантастика и по прикольчику сделана, у меня такое чувство, что эта база находится посередине карты Марса. Вот если так... Я понимаю, что ссылка она конкретно нас и ведет, чтобы это было, наверное, посередине. Я не знаю. Но, возможно, это все находится посередине просто по прикольчику, чтобы люди, когда они вот так вот приближали, они сразу бы на базу по приколу попадали. Да, может быть. И как бы это просто прикол от Google. Просто я конкретно не могу понять, как он фотогалерею здесь вызвал. Да, мы с тобой... Есть у тебя идея. ...далекие от, видимо, Google Card. А если вот Google Maps вызвать, вот он когда это нам говорил, он нам не оставил как галерейку здесь сделать. Он нам мозг не оставил. Нет, здесь есть галерея конкретно Марс. Вот именно снизу галерея Марс, Космос. Я вижу, да. Но я когда ее жму, ничего не открывается. Не, я жму, открывается, у меня показывает. Может, у тебя флеш нужен? Ну-ка покажи. Вот я жму на Марс, Космос. Ну, сейчас я к тебе перелеснусь. У меня нету здесь ничего. Чтоб ты понимал, я тебе покажу, как на нормальном ноутбуке с нормальным браузером. Вот так. А, там в натуре коридоры. И там у тебя флеша нету. Флеша нету. Может быть, только на Google Chrome открывается уже тигрит, они под своих делают. Ну и пошли они уже. Согласен. Короче, вот такая. Как мы с тобой относимся к этому, Саня? Это же вранье, получается, чистая вода, ложь? Да, ложь и провокация. Здесь, кстати, антенны есть. Ну тебе как? Тебя не смущает, что у нас Google Maps тралит? Да, господи. Кто вот на Марс в полном серьезе в Google Maps зайдет? Согласен. Убер там все равно не вызвать. Че там делать-то вообще? Ты имеешь в виду, слушай, а че если сейчас все крупные компании для пиара сделают на Google Maps свои? И мелкий городок такой обоснуют. Мелкую силиконовую долину? Да, и там можно быть на Убере двигаться. Ну, в общем, прикольно. Надо ее в дизайн выкупить. Согласен. Хотя бы забиндить так же. Ну, это, короче, по прикольчику. Давай. А внуки-то у нас там нормально с тобой тусанут, отдохнут. Согласен. Летать будем иногда. Ладно, как на дачу. Короче, Максим Швец. Он швец и жнец и на дуде, и грец. Вообще, я его тоже где-то видел. Примерно как РСД Закирова или РДС Закирова. Согласен. Он нам комментирует, говорит, полный ноль в веб-дизайне. Это он представился. Это он про себя говорит. Сделайте подкаст для таких, как я. В скобочках где брать инфу, вебинары, видеоуроки и т.д. Желательно на русском языке, так как для новичком, так как для новичком, я сохраняю. Новичком порт. Будет нехилой, нехилой проблемой сидеть в Google Транслите. Транслайт. Транслайт. Google Транслайт. Это новый какой-то стартап от Google. И пытаться понять, о чем та или иная статья. Понимаешь, Максим, он продолжает, кстати, или сами сделайте рубрику веб-дизайн с нуля, или что-нибудь похожее на это. Возможно, Максим... Точки он ставит, а заглавные буквы нет. Как-то странно. Да, Максим, мы тебя разочаруем, наверное. Но, возможно, вряд ли это получится. Идея хорошая, но делать мы этого, конечно, не будем. Идея хорошая. Я подозреваю, что даже наши коллеги, так называемые, делают подобные видео. Знаем таких, да. Возможно, коллеги. Вот. Поэтому, я уверен, что у тебя не составит труда, просто оторваться от его дизайна, как от сиськи. Вот. И тогда, если слишком сложно, то просто взять и узнать где-то побольше. Возможно, посчитать что-то побольше. А потом вернуться к нам. В теплое объятие. Мы тебя примем, как блудного сына. Согласен. Как блудницу мы тебя примем. Охотно. Да. Мы сильно как-то с Максимом закорщились. Просто суть в том, что ну нет у нас возможности заниматься какими-то азами. Мы это делаем и так, так сказать, в нерабочее время по хобби. И если мы еще сами не будем получать удовольствие от того, что мы делаем, то вообще зачем это все? Согласен. Поэтому пока вот так, как есть, извините, кого мы разочаровываем этой новостью. Батя мне любит говорить извините, если, как-то он говорит, извините, если что не так. Ну вот да, извините, если что не так. Последняя такая у нас как бы дуплетом тема коллаборация двух тем сразу. Это наша уже как-то становящаяся, простите, постоянная рубрика с днем рождения. Кроме Хайдена Кристенсена, которого мы уже поздравили. Кого мы сегодня поздравили? Сколько, кстати, Хайдена? 30 с плюсом. Не знаю. Давай загуглю, пока ты будешь поздравлять. Надо знать. Между прочим, Хайден Кристенсен это актер, сыгравший Энакина Скайуокера, потом ставший уже Дартом Вейдером. 36 ему уже. 36. Много, много. Он уже старый пацан. Получается, на 10 лет на старше. Я тоже именно об этом сейчас думаю. Что хотел сказать-то, кроме Хайдена Кристенсена? Дальше мы уже не будем говорить про возраст, потому как мы поздравляем девушку Наталья Сущих. Да, Наталья, поздравляем тебя, привет тебе от твоего супруга, который вернул тебе должок. Да, кто помнит, мы поздравляли собственно самого. Супруга, да. Да, в прошлом, по-моему, в прошлом подкасте, я уже начинаю забывать. ты что, подкасты 3 уже даже назад. Да, это вместе с Тарковским. Ну, это реально было, по-моему, два подкаста, ладно, назад, не буду врать, по-моему, два. Это было 4 апреля, потому что я знаю, когда день рождения у Тарковского. Значит, два подкаста назад. Суть какая, главная? Суть. А может быть? Наталья из Сущих суть. Смотри, как я начал. что они вместе смотрят наш подкаст. Она дизайнер, Я хочу, чтобы еще больше семейных пар нас смотрело, слушало. Зачем? А я знаю зачем. Затем, чтобы они потом родили. Чтобы они семейный бюджет свой согласованно перенаправляли в наши карманы. Ладно. Нельзя было этого говорить, что ли? Нормально. Ну, вырежем потом. Нет, не вырежем. На самом деле нет. Еще сегодня 30 лет персонажа мультсериала «Симпсоны», кстати. Вот так вот. Это коллаборация поперла. Гомер, Мэгги, Лиза, Барт и Марш впервые появились на шоу Трейси Ульман. Первая серия короткометражек называлась «Goodnight, Simpsons». Практически «Light Night». На самом деле, вот я именно короткометражки эти не смотрел, но поначалу первые сезоны «Симпсоны», они там довольно страшные твари были. Они все еще угловатые, именно и такие прям... Так вот, спустя два года у них появилось, собственно, шоу, первая серия приковала к экранам телевизоров 26 лямов америкосов. Как вот можно было так сильно стартануть сразу? А желтых человечков нарисуй самый первый, попробуй. Да, согласен. Не поспоришь с тобой. Я посмотрел сезонов 25. Это как бы немного немало дохрена. Может быть, 24 или 23. Ну, в общем, я слился в какой-то момент, когда они реально скатились в говно. Напишите, опять же, вам как, скатились или не скатились «Симпсоны»? Мы сегодня много хотим интерактива. Мне просто реально стало вообще не смешно. Просто вот реально не смешно. Просто вот знаешь... Не, хорошо. От «Теории Большого Зрёва» тебе смешно сразу, когда, опять же... Да. Бывают моменты, да? Согласен. Бывают моменты, я реально ржу. И про них мне до сих пор интересно. Как бы ты ни говорил, что это мыло, конкретно мне... У меня изменённое сознание. Мне про них реально всё ещё интересно. Я ничего не говорю. Возможно, потому что я себя ассоциирую с кем-то из персонажей. Не буду говорить с кем. А ты, видимо, себя нет. Не, не, не. Я тоже как бы... Мне нравится сериал. Я, опять же, посмотрел. Я догнал серии «Теории Большого Зрёва». И мне, в принципе, нравится. Догнал и догнался. Да, и догнался. Мне тоже нравится. Я слежу. Но здесь меньше сезонов. Вот если когда будет сезонов 25 «Теории Большого Зрёва», я на тебя посмотрю. Вот тогда и поговорим. Я понял. Мы с тобой поговорим. Мы с тобой поговорим. Они уже жёлтые будут персонажи. Вот. Ты будешь выглядеть отвратительными. Они тоже страшные вообще до свидос. Пэнни будут вообще уже там до свидос. Чё? Куда вмонтировано? И как, где? Да, да. Уже аугментации, возможно, у них у всех будут. Да. Перейдём к обойке. Дай мне. Почему бы и нет? У нас сегодня, кстати говоря, обойка сложная. Вот как весь наш подкаст сегодняшний сложный. Через дебри проходилось пробираться. Сначала через дебри Яндекса. Потом через дебри вот моего неподготовки этой всей. Вот этих немцев. Да, слушай, незаметно она мне была. Незаметно? А я хочу прибедняться. Через дебри немецкой музыки. Я стараюсь прибедняться, чтобы люди думали, да, слушай, да нормально ты мужик, ты нормально всё рассказываешь. Да, чтобы ты мог планку снижать, снижать и снижать. Потом не готовиться уже впоследствии. Когда-то я буду просто рассказывать, как я упал с жопой на стул просто и всё. Вот. Да, дебри на самом деле, но это дебри знаний. Ты понимаешь, там смотри, там дальше свет. И свет, скорее всего, далёких планет нас не манит по ночам. Он может нам только сниться. Да, это свет нашего подкаста, я считаю. А дебри это вот не знаю о чём. Дебри это те темы, сквозь которые нам приходится прорываться, чтобы только самые чистейшие и лучшие для вас отобрать. Я считаю, что вот эти леса и вот эта вот опушка, которая вдалеке, её не видно со спутников, как наш подкаст. Она где-то там скрыта, за горами, за лесами и полями. И только Google её добавил, потому что знает, где мы на самом деле. Потому что загуглить можно, и вебизайн.ру всего лишь попасть прямо к нам. Видал, как я лихо завернул? На нашу опушку. Да, на нашу опушку. В общем, да, приходите, встретимся. Я так понимаю, практически через неделечку. Да, я думаю. В этот раз-то мы опять в среду записывались. А я думаю, на следующей неделе ничего не помешает нам записать во вторник. Я думаю, что тебе это ничто не помешает выложить в четверг, в тот же самый день, когда на стрим. Если вы вдруг сейчас... Ты успеешь, интересно, выложить? Да успею, успею. Я завтра с 8.30 и спокойненько. Я думаю, на работе будут довольно-таки спокойны. Если вы вдруг успели послушать подкаст, да, то, короче, у нас вечером будет стрим. Ещё заходите на стрим youtube.com.uvdgames. Если не успели, просто зайдите, подпишитесь. Там есть записи с нашими трансляциями, можете посмотреть. Да, если не успели, то опоздали. Да. Призываю вас подписываться на соцсетях, вконтакте, в твиттере, в фейсбуке, в инстаграме, в гугл плюсе. Кстати, в инстаграме я тоже стал хотя бы раз в недельку обязательно что-нибудь добомбить. Ну, правильно. И в ютюбе обязательно пишите нам комментарии, ставьте лайки, делайте подписки. В айтюнсе ставьте нам звёздочки, пишите отзывы. Настоятельно вас прошу, умоляю, просто на коленях. Заклинаю. Да, и увидимся уже через неделю. С вами были Никита Тарасов. И Александр Генчаров. Сдачные 7 недели. Пока. Пока.